Да, здравствуйте. Я просто... Вчера меня так немножечко огорошило, да, то есть... Как раз к Новому году для Оливье горошек-то нужно. Ну вот, там другой горошек-то, понимаешь, получается, в салат не положишь. Вот, то есть до меня дошло, да, что все вопросы, которые я задавала вчера, они смысла-то вообще не имеют никакого. Вот ведь что получилось. Ты применяешь понятие смысл, как будто бы вчера, что ты задавала, смысла не имеет, но при определенных условиях есть такое понятие, когда есть смысл. Да, видимо, нет и при определенных понятиях, да, при определенных условиях. Я имею в виду, что эти вопросы, они бесполезные были, вот, может быть, так можно сказать. Опять же, полезность, это что такое? Это синоним выгодности для отдельности. Ну, в какой-то степени, может быть, и так. В огромной степени, бесконечной. Да, в огромной степени и так. Ну, то есть, я имею в виду, что для меня стало понятно, что я задавала вопросы по поводу содержания воображения. Вот. А, ну, да, так, да. Вот, содержание воображения. А речь идет, то есть, получается, что... Речь не идет, речь течет, течет. Ну, у кого-то течет, у кого-то идет. Тут уже, скажем, индивидуально, да. То есть, нельзя говорить о том, что человеку надо, например, развивать свое воображение, да. В том смысле, что человек в любом случае есть воображение, да, в любом случае. Развивать воображение – это значит освобождать воображение от его воображаемого ограничения на основе убеждения о созерцании ограниченной природы. Вот, вот, вот вы за меня вообще все сказали, на самом деле. То есть, я имею в виду, что сейчас тоже воображение, скажем, да, что... Да, только воображение. Мир, как он представляется, это и есть воображение, и ограничение заключается... Мир не как-то представляется, сам мир представляется. Ну, то есть... А как-то, это уже вторичные дебри, как он представляется. Он сначала представляется, а потом он вторично в дебри начинает уже как-то представляться. Как-то представляться, да. А потом еще на это появляется как бы мнение на то, как представилось вот это представление на сам мир, о мире представления. И вот этот комментарий, вот там начинается колобродение двух комментариев, один из которых гармонично будет давать форму то, что называется термином страдания. Ну вот это страдание, оно идет от того, что вот это воображение представляется некой объективной реальностью. Нет, это страдание является формой ощущения, которое мы условно называем ограничением воображения. Так вот ограничение воображения ведь из этого и исходит, да, что представляется, что это не воображение, да, а это некая, скажем так, вот реальность именно она и ограничивает. Так ведь получается? Уход от страдания – это не форма уйти от чего-то неприятного, как это трактуется в основном во всех религиях, в Адвайте даже. Вот это уход от ограничения. Вот почему. Поэтому само по себе страдание, как форма, часть событийности, она обязательно, она необходима, она один из форм, позволяющих соответствовать природному каркасу в виде тел, которые, как я называю условно, однополосно, то есть которые составляют тот 51% фундамента. То есть, потому что природа сама по себе не стоит отдельно от тел человеков, как таковых. Люди, по сути, и есть некие переходные и одновременные составляющие этой природы. А значит, природа сама по себе созерцается как очень прочная, крепкая, неделимая и прекрасная изначально. Она созерцается как форма условного отображения не в глаза, а от глаз, как мы уже сказали. И поэтому люди являются неотъемлемой частью цементированного состояния существования, целостности, неделимости этой природы. А значит, что это за люди? Это определенная та часть, социум, которая называется, которая среднестатистически занимает здесь на Земле 90% населения, которые живут вот в таких искренних событийных формах бегания, хождения, жития. И только 10% уходит на вот эти какие-то необычности. И среди этих процентов мы сейчас как бы находимся в своих каких-то таких моментах. Но мы можем зыждиться именно на эту природу этих половин. И вот там одно из нюансов, которые держат это ограничение, чтобы 51% был, как одной из составляющих гармонии, называется страдание. Поэтому если гипотетически избавить весь мир от страдания каким-то великим мучением, каким-то Иисусом Христом или просветлением. То все развалится, да? Исчезнет. Но это гипотетически. Это никогда не будет. Это невозможно. Но получается, предположим, если брать другую эпоху, да, где воображение уже в какой-то степени уйдет от ограничений, там страдание все равно останется в другой форме. Да, да, да. Потому что ты, когда перейдешь на состояние неограниченности своего воображения, скажем так, как себя, как воображение, форма страдания останется как форма гармонии, но которая будет уже происходить в психической сфере в большом урезанном смысле. Но никуда не денутся страдания от того, когда ты ушибешь ногу, сломаешь ногу, когда будет болеть зуб, когда будет гармонично у тебя какой-то рак, там условно говоря. Но ведь боль и страдания разные вещи или это одно и то же? Ведь есть боль и есть страдания, да? Вроде как это разные вещи, нет? Нет, боль – это действие событийности, а страдания – это переживание, это боль, то есть ее как бы осознанное течение в тебе, как в некой личности, типа, так скажем. И здесь это страдание, оно обязательно должно быть, обязательно. То есть на боли нельзя остановиться, да? То есть на боли вообще… Просто сейчас боль, то есть в гармоничном смысле, когда возникает боль, что называется, физиологическая, и за ней следует обязательно проживание этой боли как страдание, скажем так, течение. Это психическое, дубликат такой, комментарий чувственный. Он должен быть в гармоничном смысле, комментарий психический очень сильно меньше, чем боль, которая возникает как форма инстинктивной реакции самого тела. У вас проблема страдания именно в том, почему вы так не любите страдания, потому что вы его в психической форме сделали намного больше, чем… Там, то есть порой, порой, даже вот у ребенка мы можем увидеть такой момент, там он раз, там чуть-чуть пальчик ударил и орет так, что все, там убили его, все, страшное дело. Ему там говорят, да пальчик просто, нет, я теперь умру, кричит, там ребенок может кричать. Ну, у него может манипуляция просто и все. Так вот, это же то, что в взрослом состоянии условно потом проявляется точно так же в других сферах, точно так же. То есть вы в своих сферах раздуваете форму своей предполагаемой опасности или вины кого-то или еще как-то, или даже своей какой-то вины, или ответственности, или еще чего-то, неудачи или удачи. Именно вот так же психически гипертрофировано. И поэтому вы хотите уйти от страдания совершенно справедливо, потому что, ну, не понимаете, что вы уйти хотите на самом деле от страдания психического избыточного, а не от страдания в целом. От страдания в целом уходить нельзя. Ну, в смысле, не получится, это я так для направления говорю, нельзя. Поэтому, как только это страдание психическое уменьшается, потенциал, который тратился на это, он является как будто бы исчезновением ограничения. И тот избыточный потенциал, который тратился на то, чтобы сильно так сопереживать боль в виде страдания психической сферы, он и высвобождается и находит себя в виде своей воображительной осознанности, себя как форму свободного воображения. Которую уже можно называть и просветлением, и анандой, и пробуждением, и реализацией, и брахманом, и святым, и все, что угодно. То есть, получается, будет боль, да, и страдание без градуса, что ли? Ну, можно и так сказать, страдание без градуса. То есть, страдание – это обязательный психический комментарий на возникшую форму реакции инстинкта тела, как сигнала. То есть, от ушиба или там еще чего-то. Неизбежно, потому что я уже вчера немножко тронул, вы еще не трогали это глубоко сферу именно, что чувство – это тот более первичный комментарий, чем мыслительный, а тем более говорительный. Ну, вот, когда там я в разных ошрамах была, то там тоже речь шла, безусловно, везде там речь шла и о боли, и о страданиях, да. И там говорилось о том, что нужно просто до конца проживать все те эмоции, не пытаться их вытеснить, скажем, и так далее, которые появляются в связи с болью. Да, в адвайте – это понятие быть. То есть, если боль – быть болью. Быть. Да, это понятно, да. Но вот это тоже вариант воображения, скажем, получается? Да, да, да. Но это вариант обезболивания. Там обучают отдельность, как бы получать обезболивание, уметь обезболивать. Но мы тогда в этом случае будем, придя к ним, в ашрам, меня, например, будет интересовать не форма, как надо быть, когда боль и страдания, а меня будет интересовать тот, кто будет так это делать. Он меня будет интересовать. Меня вообще не будет интересовать методика. Поэтому у них вот это… Но это нормальная форма предыдущего витка. Именно быть сосредоточен на том, что производит воображение, производность этого. А мы сейчас именно, как говорится, на само воображение переносим, как имя существительное. Вот, я вот к этому-то и пришла на самом-то деле. Что здесь интересоваться не содержанием воображения, которое до бесконечности, собственно говоря, можно об этом разговаривать, а самим воображением, собой как воображением, да, то есть собой как воображением получается таким образом. Тут можно такой семантический пример посмотреть. То есть берем автомобиль, у него есть какие-то проблемы со схождением вала, то есть у него заносит, там колесо приспущено, другое перекачано, проблема какая-то в двигателе. И вот, совершенно не рассматривая, не ремонтируя этот автомобиль, мы, наоборот, будем направлены на то, как нам учиться учесть эти все поломки. А, для того, чтобы им управлять. Подсказать, как с учетом этого ехать наиболее безопасно, прямо правильно. Учитывать, ага, раз колесо там чуть подспущено, руль чуть-чуть больше права держать. Ага, там вот это так, значит, надо чуть-чуть вот притормаживать, чтобы заносило, тогда с этим косым колесом попадаешь вот прямо, как будто прямо. И вот этим, в предыдущей этой кали-йоге, все учения и занимались вот этим. И кто, кого лучше получалось, как кажется, якобы, так найти такие сбежности, позволяющие как-то ехать вроде бы криво, а на самом деле попадать куда надо. Такая акупунктура такая получалась, то есть, как в акупунктуре, когда голова болит, массировать надо где-то на пятке, а не на саму голову, как правило. Вот здесь примерно. А сейчас пришел момент, когда мы, нам вообще все равно, куда поедет автомобиль. Совершенно. Нам его просто надо чисто вот отремонтировать, скажем так. Ну, то есть, а отремонтировать только одним образом, да, обнаруживать опертости? Ну, получается, что да. Здесь в этом смешном смысле я выступаю, как и пока единственный техник, который разбирается в автомобиле. И там, где вы можете показывать, что нет, это прекрасно журчит, я скажу, это прекрасное журчание говорит о том, что у вас там клапан скоро вообще нахрен лопнет. Просто вы не знаете, что такое автомобиль, конечно. Вот. И, ну вот, например, через вопросы, скажем так, вот, если брать вопросы о содержании, здесь можно обнаружить опертости? Или это очень-очень косвенный способ? Если опять продолжать этот образ взятый уже, то это будет выглядеть так, что мы обязательно должны как бы время проводить, как-то болтать. Но во время этого триньдения я тихонечко... Корректируете, да? А я кручу, там, гайка здесь, там, ну, мы триньдим, да. Да, да, да. Вы ничего не можете сделать, вас нет таких. Да. Я поэтому говорю, вы делаете мной, я как бы происхожу вами и делаю вами вас, а вы мной, меня нет того, который я отдельно делаю вас, потому что вы отдельно делаете мной, а я как будто бы наполняюсь тем, что вы делаете мной, как будто бы делаю я, но когда, если я делаю, это не делаете вы, это делаю я вами, а потому что вы мной. Так оно риктуется. Но при этом мы триньдим, да. Ну, то есть триньдение – это условие, получается, того, чтобы стал процесс происходил. Это условие, это форма некой фокусировки, да. Это вот как, например, вот если я возьму из бытности священнослужителя, то есть, казалось бы, ну, так возьмем, опертый ихний образ, все пришли в храм и все обратились к Богу, как каждый почувствовал. Прекрасный момент. Зачем там священнику что-то говорить, о вас славим так, о запоем так, и все запели, и все стали подпевать этот псалом. То есть он является той звуковой точкой, которая позволяет многократно усилить. То есть каждый пошлет свой лучик как бы к Богу, но эти все лучики не соединятся в мощный один поток. И вот этой звуковой точкой на себя, возгласами, своим образом, ведением литургии, хоровым подпевками, которые все петь начинают, то же самое подпевать, эти все лучики сливаются в большой, и тогда он может перераспределить таинство как вверх, якобы как большим общим лучом. Вот здесь, ну это как образ, здесь точно так же, вот такой же момент. Это триндение, оно является, где эта внешняя форма собирает как бы внимание в ту необходимую фокусировку, при которой начинает видна быть вся степень общей поломки механизма. И она начинает делаться. То есть потому что надо делать, рихтовать не от того, что посмотрел и клапан какой-то отремонтировал, а в целом, то есть рихтовать, вот как программистом, который, он же не паяет там схему, раз припаял, потом думает, как припаять следующую, ну вот так припаяю красивенько. Он в целом видит все сразу схему, а потом от этого сразу в частности начинает паять, зная куда чего надо припаять. Здесь такая же семантика, то есть надо в целом, а в целом это вот и есть триндеж, когда вы как бы становитесь как в целом говорить, и тогда там что-то происходит. Все равно вы никогда не появитесь те, которые что-то поймут правильно, начнут приседать, отжиматься, вести какой-то здоровый психический образ жизни благодаря моим каким-то измышлениям якобы, и там что-то изменится. Это не этот случай. Не этот случай. Ну я уже насчет этого переопыления, да, уже, да, уже понятно, да. Ну в смысле, понятно, непонятно, но в этом направлении. И еще у меня вчера пришел такой образ как раз вот относительно как раз моего вопроса, почему я не могу другим своему окружению, близкому, хорошему, да, про тебя вот донести. Мне как раз пришел образ из Дюймовочки, из сказки Дюймовочка. Там жук такой был, вот. И этот жук увидел Дюймовочку, да, и она ему очень понравилась, да, то есть вот он какую-то ее прелесть ощутил и так далее. И он был совершенно уверен, что когда он ее приведет на собрание к другим жукам, скажем, да, они тоже увидят, и они тоже, скажем так, поймут, как она хороша и замечательна, скажем, да. Но когда он ее привел на собрание к другим жукам, да, они почему-то не увидели вообще, да, и они ее буквально выгнали, да. То есть в этом смысле получается, что вот тот 51%, да, про который ты говорил, да, они, получается, тебя не видят. Нет, там немножко по-другому чуть-чуть. Там, ну, есть эта лимантика, конечно, где можно даже немножко подправить, в том-то и фишечка очень важная, что фисочка вот эта вот, как уральских пелеменей фисочка вот эта, а она, там не они ее выгнали, они просто высказали по поводу нее всякие шептания и мнения, где он почувствовал, что он накосякал, то есть он теряет статусность, теряет... А, он накосячил, да. И он ее отвел, говорит, извините, вы только мне нравитесь, поэтому я отвез ее на то место, откуда взял. Да, да. Я такую аналогию дальше не проводила, я помню про это, да. Меня тут уже не сходится, на самом деле. Просто надо посмотреть семантику. Когда кто-то несет весть о ком-то, заметьте, нести весть о том, что он такой прекрасный, это вообще классно так говорит, или что-то там еще, еще, как правило, нет. Вы обречены все вкратце, как вы поняли, передать некое учение, некую форму направления, что несет... Ну, вот я и говорила, что нет учения, да. А так как у меня ее нету. Да, да, то есть это тоже классно. Они говорили, что это классно, что нет учения, да, это замечательно, но все равно дальше этого не шло. Да, 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 да. Вот что такое учение без учения, ведь это никогда никто так не рассматривал, что это такое учение без учения, то есть отсутствие учения. Сейчас так говорят, сейчас так говорят как раз. Они говорят, да, говорят, да, но что это такое, как оно выглядеть должно, как учение это без учения, как оно должно выглядеть. Нет, оно вот у других, оно все равно выглядит, как учение, скажем, но просто говорят, что вот оно без учения, оно потом отвалится, как первая ступень ракеты, на самом-то деле. Тут вот оно так относительно, относительное такое учение, скажем так. Так вот, если бы я хотел действительно донести, как личность будущая, какую-то мысль, она бы уже давно сформировалась у вас как своё пониманное, но всё-таки какая-то линия концептуальная. И вот именно этой линией вы легко бы завораживали и интересовали людей, рассказывая им там про меня, например. Вот этим. Нет, ну линия в какой-то степени даже есть, то есть воображение, воображение, воображение. Это слово, которое является вообще красной тряпкой для опёртого эгоистического состояния некой реальности. Я же вам говорил сейчас. А ну да, я это всё поняла, да. Первое место, психологическая книжка, которая заняла в 20-м году, а у ней тезис. Люди хотят быть счастливыми в реальности, а не в какой-то фантазии. Нет, вот я-то сказала, что именно в этом фишка, да, что человек это именно воображение, да, и, скажем так, люди призадумались, да, они призадумались, но при попытке, скажем, это как-то у себя уложить, вот это не получилось. Не то, чтобы это было отвергано. Потому что нечего укладывать. Нечего укладывать. А ты никогда не станешь в момент рассказа тем моментом, который происходит, как я. Да. Этого нет. Поэтому, если там этого нет, какие бы невероятные фразы интересные, сказанные этим ртом, ты не повторила, не сплела и не добавила туда свою убеждённость, нравственность какую-то, радостность какую-то, желание. Это не возбудит так человека, потому что там у него не затронется семантика выгоды, статусности и самоутверждения. Не затронется. Он не увидит, как бы, исконной выгоды в этом. Ну да, в конечном счёте всё упирается в то, что это даёт в конечном счёте, то есть что это даёт и что с этим делать. И тут мне нечего сказать просто, на самом деле, по этому поводу. Что это? Ну вот, что мне хорошо, например, там я счастлива была, да? Как бы что? Ну, по сути, это ведь тоже ценность, скажем, в какой-то степени. То есть это тоже, например, можно с какой-то стороны как некую выгодность, что ли, поднести. Они скажут, а мы вот здесь вот тоже нам, мы счастливы и нам хорошо. Почему? Почему там должно быть? Вот надо увидеть, почему там лучше. Вот если бы ты сказала, он говорит, суть человека воображения. И может показать, как тебе надо воображением что-то представить. И если ты так представишь, вот я уже пошла, представила, смотрите, у меня вот, вот у меня миллионы рублей, вот у меня уже всё, вот машина. Всё это благодаря этому воображению. Кто бы смелее всё, ринулись бы в себя. Не, ну не до такой степени, слушай, ну так-то уж не надо. А вот как не до такой степени? Только такая степень, только такая степень и работает. Только такая. Я же говорю, форму самоутверждения и утешения 99% и девять десятых ищут именно психически это во всех учениях, в гуру, в методиках, в симпозиумах, в поисках, в просветлении. Это ищут. Нет, ну насчёт утешения, да, скажем так, вот очень многие ищут утешения. Тут я ничего не могу сказать. Как может быть во два эти просветления, если просветление является уходом от страдания, где понятие ухода от страданий – это обыкновенный момент ухода от какой-то болевого ощущения, от какого-то неприятности, от какого-то состояния. Это же бегство. Как это может быть просветление? Тогда получается, значит, эти все гуру, они были похожи на фармацевтов, которые изобретали очень классные наркотики, легализовали их, и к ним прибежали, и просто пили эти пилюли, и находились в состоянии вот этого морока. Потому что страдания – неотъемлемая психическая часть жизни. Вообще в жизни нет ничего, что можно было сказать. Вот это мы определяем, как вообще не должно быть. Вообще, в принципе, не должно быть. Не может такого быть. Потому что в гармонии то, чего не должно быть для гармонии, его просто нет. Его просто нет. Так вот, скажем, и все. А о чем мы там можем говорить? О каком нет мы можем говорить в виде есть в этой гармонии? Мы можем только разобраться, где это более-менее так прокомментировать, чтобы оно свое место какое-то заняло вот такое. И страдания, в том числе, это ограничение. Если для нас это такое. Уход от ограничения понятен, но уход от ограничения – это другое. Тут эгоисту будет безнадежно уходить, потому что трудиться надо. А он же хотел вот, он же хотел уйти от страдания, не понимая, что он хотел уйти на самом деле от того, чего он не принимал, а не принимал он, потому что он неправильно это комментировал, как бы для себя, некомфортно, не умя. Почему? Потому что вот эта двойственность, эта тройственность, вернее, опертость, отдельность, она выживаемо, обреченно завышала это состояние. И все. И он с этим бежал, и гуру ему говорил, так не комментируй, ты все одно, та-та-та-та. И тут так раз-раз-раз-раз, и действительно все. Ананда, классно все. А что классно-то? Кто остался-то? Кто так себя ощущал? Тот-то вообще в нем, с ним ничего не произошло. Ну, получается, вот в комментарии без градуса, там нет страдания? Есть. Ну, в смысле, вот, ну, есть оно, оно тоже без градуса, да, в комментарии без градуса есть страдания без градуса. А как нет страдания? У меня заболит зуб и будет болеть несколько часов. Я что, я все же не понимаю, да, да. Я хожу, я хожу вот так, я страдаю. Я не сижу просто, я в адвайте, я боль, и мне пофиг, не может такого быть. Она так, 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 или какой-нибудь тройничный нерв, как простудишь, вообще выбросится. Вы знаете, что от тройничного нерва, чтобы избежать боли, статистика какая? Тысячи смертей выбрасываются, каждый год убивают себя люди, потому что эти приступы очень такие тяжелые. Ну, а нельзя сказать, что они от боли себя убивают, просто от боли. Нет, как действие они убивают себя, как событийно, но комментарий там страдания очень большой. То есть неизбежны, комментарии, вот комментарии страдания, они неизбежны все равно, да, при любом варианте, хоть градус, хоть без градус, да. Более того, так улыбнемся, в слове страдание есть рад, свет, свет. Нет, ну об этом же и говорили, что только через страдание, так сказать, возможно. Так это вообще, а страда, это что такое было? Это же страда, это же уборка урожая. Что, это не в смысле уборка урожая, что они как были какими-то студентами вузов и мучились на том, что они их на картошку послали. Нет, это праздник был уборка урожая. Страда, это праздник, это пожинание. Тогда это как усилие, тогда страдание как усилие какое-то. Да, 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 да. Вот Иисус, Он и говорил, прийди ко мне страждущие, да, то есть. И я вас успокою. Да, и я вас успокою конкретно, да. А не надо никого успокаивать, надо успокоиться. Успокойся. Если бы это была такая истина, я бы был самый любвеобильный. Потому что если бы это была истина жизни человека, я бы был самый любвеобильный. Потому что я бы тогда, как есть суть, рассказывал бы вам именно об этом, об этой некой любви и был бы этой любовью. Но я таким не могу быть, потому что я могу вам сказать, утешать вас вот так, как вы привыкли. Радовать вас теплыми какими-то обволакивающими такими состояниями, словами. Это убивать вас, по сути, как бы. Продолжать вас. Ну, да. Как написано, опять же, в Священном Писании, покой и тишина, шепчет смерть, покой и тишина. Ну, вот я и ушла от тех учителей, которые я ощущала именно как любовь, да. К человеку, да, вот, например, к тебе, от которого я такой прохладность ощущаю определенную, наоборот, скажем так. Как, да, и некую отстраненность, отодвинутость, скажем так. Вот, то есть это правильно. Потому что там непонятно, что там то ли раствориться, скажем, в этом надо. Нет, тут нет такого, что как бы ты пришла к конкретному характеру. Такого нет. Я просто в данном случае для того, для той темы, которую вы поднимаете, такой. Но я есть все. И поэтому в определенный момент, когда, если такое необходимо будет, я есть эта любовь тоже. Да, но дело в том, что вот с кем я сталкивалась, да, это выносится совершенно на первый план в качестве единственного, скажем так. Да, потому что это самое-самое, это как вот, как все равно, что беспроигрышный вариант, если ты сумеешь организовать бизнес по продаже бензина. Ну, это как, это беспроигрышный вариант, бензин нужен всем, все ездят на машине. Тут как бы, это не одно и то же, что ты решишь скрепки продавать, и там непонятно, будет у тебя бизнес удачный, не будет. Вот, поэтому здесь точно так же. Вот это утешение, его в Кали-Юге ищут все. Как легкие деньги, точно так же ищут, так же, как легкое утешение. То есть решение проблемы через извне дополнительную энергию какую-то, якобы, воздействию. Ну вот, а, скажем, утешение, то есть, по сути дела, я понимала, что мне утешение-то, оно и не нужно было никогда, по сути, почему-то. Я даже и не совсем понимаю, почему. Ну, нет, ну, мне нужна была правду сказать истинно, скажем, да. То есть я топила за истину в большей степени, чем за утешение, да. То есть джняня, джняня йога, они в хакте, скажем так, в большей степени, да. И поэтому для меня более, скажем так, вот прохладность, да, джнянинская, она ближе. Ну, это, видимо, индивидуальные какие-то, скажем, особенности просто. Да-да-да, тут как бы нету отвертого плохо-хорошо, правильно-неправильно, кому-кому что-то, пусть она так и будет. Да, спасибо, все, пока. Просто есть некая усредненность. Вот я же пытаюсь именно, ну, так, условно говоря, пытаюсь построить форму с вами общения не на философии, которую я хочу превзнести как открытие потаенного какого-то состояния, а прямо беру то, что до меня и было уже. Вы видели мир, вы знаете, что есть фантазия, вы знаете, что есть мозг, вы знаете, что есть воображение, тело. То есть я просто, если посмотрите, я просто как в шахматах аркирую это, и все. И вы видите как бы партию вдруг неожиданно. Я, у меня нету, вот что такое учение без учения в том числе. Я говорю, да нет, тут вообще ничего нет, я вам ничего сейчас не могу рассказать нового. Нет, я рассказываю нового в том смысле, что вот это у вас было же воображение, было, вот сюда его поставьте. Ну, попробуйте. А вот это сюда, а это туда. И вдруг раз, машина завелась. Нет, ну, здесь вот в любом случае же под определенным углом видно, да, что, ну, до какой-то степени все есть фантазия, да, а то, что не есть фантазия, это в таком вот виде, да, и не видно совершенно. То есть это и нельзя не увидеть, не разглядеть. То, что не есть фантазия? Да. Это что же такое, что есть фантазия? Ну, то есть, если брать, например, там, ну, скажем так, да, там, природу или событийный какой-то ряд, да, то есть если это пытаться видеть, да, ну, вот я и говорю, видеть, трактовать это, да, то это все равно будут интерпретации. Видеть и трактовать, видеть и трактовать, это не две отдельные составляющие. Ну, это одна, да, 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 одна и составляющая. Ваше зрение единовременно есть. Я про это и говорю, вот, я про это и говорю, что это увидеть нельзя в какой-то степени без фантазии, как оно есть. Вы все равно даже не правы, когда воображаете чувственно так правоподобно, что это нельзя, но мы домысливаем, что что-то есть, но которое просто нельзя. Так вот это слово, вы не замечаете, что... То есть его и нет, его и нет, да, его и нет. Что его нельзя, что его нельзя, что его нет, это все тоже придумывается. Это потому что вы ничего не фиксируете, у вас нет которых мыслите, вы происходите, это конгломерация событийности в общем, в целом. Вот поэтому я говорю, уникальность, вы можете быть как будто бы, как вам кажется, разумными, но не опертыми. Поэтому это коренная разница микроскопически незамечаемая. Вроде бы я говорю, как я, но я при этом могу сказать, я живым себя не ощущаю. Вы говорите, как не ощущаю? Мы же видим, вот ты разговариваешь, мы фамилию тебя знаем. Смотри, у тебя лицо, ты так же старейшим, мы знаем ту историю, ту жизнь. Я говорю, а при чем тут это? Я себя, говорю, живым не ощущаю. А, ну это похвальство, это выпендривание, что тебе надо как-то цену набить, вот учение такое, необычную философию. Ну, пожалуйста. Но когда вы начинаете это изучать, вникать как в состояние, я все-таки как-то пытаюсь вам показать якобы это направление различности, того, как вы чувствуете, что вы живой. А я могу это чувствовать, я понимаю это чувствование, потому что я есть все, я знаю, как вы чувствуете, потому что я безличностно все вы. И, но безличностно, поэтому эта безличностность здесь, в этой псевдоличности, может взять и оторвано от себя такого, как он безличностно, сказать, я знаю, как вы ощущаете себя живыми. Я знаю, как вы, прямо вот вы живые. Так вот так, как вы себя ощущаете, это и есть та опертость ключевая. Это не вы. И тогда вы говорите, а где мы? Подразумевая, что есть другие вы, с другим ощущением, но вот так же осознающие, как вы сейчас себя осознаете. А это другое. Что другое вы говорите? Как? Расскажи мне. Кому мне рассказать? Который будет сразу превращать это все в себя? Вот такого оперта? Ну, я могу бесконечно рассказывать, это не проблема. Но это опять мы тихо будем скатываться на утешение. Где не утешение, а вот этот первый вариант, который я говорил еще один, очень важный. Некоторые приходят к учителям, ко всяким, не для утешения, они приходят для чувства значимости подпитать, то есть они там крутыми становятся. Ну, вот чувствовать себя живым и мыслить себя живым, это же разные вещи, скажем. Это вам и то, и то, и то, и то опертость. Это два разных названия одного опертого состояния. Ну да, говорили же вроде уже об этом, да, что чувствование – это такое, не то чтобы деградировавшее мышление, да. Живость, живость, живость – это форма, как я уже рисовал. Живость – это максимальный момент, когда вы абсолютно поняли, что вам надо сейчас, чтобы глаза у вас открылись, помните, как я рисовал, что у вас глаза закрыты, а тут нарисованы открытые глаза, и вам надо терять открыть их. А открыть – это как будто бы помереть там. И вот живость – это когда вы приходите к полному состоянию того, что вы все, взяли эту петлю, встали, тубаретку, все, все, все. Вот этот максимальный момент, который можно сделать понятием утончения, словами «я есть», дойти до «я есть»ности вот этой. То есть растождествить отдельность от многочисленной формы опертости, доказав ей выгодность единственной опертости на себя, на «я есть». Она собрала, все приняла, да, говорит, ну теперь-то мы крутые, что делать? И вот тут начинается попытка объяснить, вот все, что теперь ты собрал, это все не ты. Как не я? Ну, это то, что в духовных учениях говорят умереть при жизни, скажем так. Нет. Там они умирали при жизни, это вот и был момент на тубаретке, они подделывали, что они умирали и оставались потом осмысленными и могли рассказывать, как будто… Нет, я и говорю, вот этот вот момент, когда они на табуретке, но еще не повесились, вот это умереть при жизни, да? Нет, 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 умереть при жизни, я еще раз говорю, это когда они, осознав, что… Ну, так я рисую условно сценарий поэтический, осознав, что тубаретку выбить надо, а выбить невозможно, не получается, что-то вот не идет и все как-то вот раз и переходили на придумывание того, они же воображение, реально, как они как будто выбили. И потом они могли такими же осознанными говорить, все, я в саванне мертвеца, меня нет. И Брахман рассказывает, какой он Брахман, какой он, ни моча, ни тела, ничего. Ему говорят, ой, ты умрешь, учитель. Он как вот Будда говорит там ученику, да как же, как же я умру, я 40 лет назад умер. Кто умер, кто говорит, чего, о чем это? Ну, можно так поэтически и условно его оправдать. Он говорил о направлении, о форме там уже отсутствия страха смерти или там ухода от сансары. Сейчас, оказывается, уже и не надо сильно струдиться, надо только до 84 лет дожить, и все это обязательно уже с сансары вылетишь по любому. Ну, это полный цикл урана, да, 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 да. Ну, все нормально. В астрологии есть, да, да, аналог какой-то. Ну, а зачем-то просветление, надо, про долголетие тогда надо биться, а не просветление. Нет, на самом-то деле мало кто дожив до 8 лет. Там куча условий, поэтому как бы это вообще не факт. При этом, если мы возьмем в цивилизационном смысле людей, которые перешагнули этот порог, ну, так нехило вообще-то. И поэтому вот они вот в этот момент переходили, вот в этот морок состояние, что они якобы выбили. То есть они как бы как воображение, не зная, что они как воображение, реальность, они срывались на искренний комментарий придумывания, попытки почувствовать, осознать, как будет, когда тубаретка выбьется, и перепопадали в настоящую для себя вообразительную реальность и могли из этого состояния, как воображение, рассказывать, воображать, как они после, что они выбили тубаретку. Все, они выбили, вот. И все, там чудесно, конечно, это же воображение. Все будет рассказываться чудесно, нет проблем. Но это не то. Не надо умирать при жизни. Нет никакой жизни, нет никакого умирания, которое вы понимаете как умирание. А, умирать не надо, потому что это типа противоположность жизни, да? А если жизни нет, то и смерти нет. Я же вам не рассказываю о том, что я умер. Ты рассказываешь, что ты не живой просто, понимаешь? Нет, я наоборот удивляю многих, когда они узнают, что у меня есть PlayStation, что у меня есть недавно купленный iPhone 12 и так далее. Да ничего даже не удивляешь. Они думают, что же это за просветленный? Вряд ли, наверное, вряд ли. Джинянину ничего не надо. Он же уже только ему, он ждет только, когда его самон мертвеца обтрухеет, так сказать. Он уже вне, он все. А тут наоборот. Вот я бы не сказал, потому что, когда я во многих ашрамах у учителей была, да, и я каким-то образом, ну, заглядывала или, скажем так, каким-то образом попадала именно там в их комнаты, там, кабинеты и так далее, да, то именно вот куча телефонов, куча каких-то игр, скажем так, вот забав каких-то, то есть вот это в большом количестве на самом деле. Не, ну, это понятно, но можно же при определенной опертости сказать, что это все показывает, что они шарлатаны, потому что настоящий-то он отрекается. Я просто ни разу не видела настоящий. Потому что весь этот мир, это же грязь, это же погрязли в материализме, это же примитив вообще. И раз он интересуется примитивом, как он может быть поводырем, который может увести чудесные дали божественности состояния. Как? Он обратно ведет в эту Содому, Гоморру? Не, ну, и до этого доходило там, когда какой-нибудь сексуальный скандал очередной, скажем, был там. Потому что здесь нету никаких границ, нет никаких определений. Поэтому всякий, кто будет так опираться, он будет не то, что попадаться в этом состоянии, а он будет самой этой убежденностью быть уже ограничен. Значит, будет страдать. Да, 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 да. И именно вот эта убежденность, да, она и будет формировать гуру, который таким образом себя и будет преподносить на самом деле. Ну, да, можно так сказать, прописанным будет попадать, да, именно куда. Ну, то есть, например, получается таким образом, да, что все равно я живу в мире воображения, который и есть я, этот мир воображения. В то же время, так как я не знаю, что это воображение, я считаю это некой объективной реальностью, и это меня ограничивает и ограничивает моё воображение, получается. Да, да, да. Потому что когда ты этот мир начинаешь вообразительно видеть, ты начинаешь следовать его ограниченности как тело. Потому что это тело, это не мир. Ну, да. Это только единовременно тело. И по поводу тела у тебя нет никаких ограничений. По поводу тела у тебя нет ключевых попыток поменять. А когда вы смотрите на это же тело, но как будто бы на внешний мир, то то, как вы хотите там всё поменять, вы на самом деле хотите поменять ключевую структуру этого мира. Потому что можем тут такой параллель для понимания условного провести, что когда вы в этом мире рушите гектарами леса, реки поворачиваете вспять, это то же самое, что если бы вы в теле сбрили бороду, отрастили её, на лысо постриглись, покрясли, проткнули чего-нибудь там и всё. А основа, которая, когда вы начинаете хотеть, чтобы было в психическом смысле, в ситуациях, в событиях, как должно быть требовательностью, это вы посягаете на сам скелет, на сам момент, где должно быть сердце, как должна течь кровь. Вот на это вы посягаете. И поэтому этого никогда не будет. А то вам, пожалуйста, вы тут бреетесь, лысеете, протыкаете, татушки фигачите. Не проблема. Это прописанность даётся, она дана. Она и то всё равно происходит не так, как вы хотите, а это ваше хотение, это прописанность определённая, которая вас и утягивает думать, что вы делатели, когда перетаскивает ловушку немножко. И там мы и говорим, что там не надо отрекаться от этого. Вот оно чуть-чуть отмагнитится, отстранится, и всё. Оно и должно быть. Вы и должны схватиться за плавник этого событийного дельфина, и пусть он там чудесно вас несёт. Вам приятно, чтобы нормально. Так ведь, вот, например, Будда, да, и, предположим, вот эта Випассана Пагаенко, который якобы говорил о том, что он аутентично воспроизвёл, так сказать, вот эту вот буддистскую Випассану, там ведь основная эта идея в том, что я, концентрируясь просто на своём теле, на своих ощущениях, да, я весь мир и познаю, скажем так, таким образом, через собственное тело, на самом деле, да, что я... Да, да, опять здесь фишка такая, ты познаёшь через тело мир. Ну да, 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 а мир – это и есть тело. Я не вижу мира, я только говорю, что мир, потому что и вы происходите мной, я вами, мы одно, я только вами могу происходить, то есть меня, я только и появляюсь, вот именно как тело, как личность, как состояние условия. То есть это наша заслуга, по сути дела. Да, и поэтому для меня вот в этом состоянии мир – это только как слово, как переживание, так скажем, для вас понятно. Да, да. Это тело. Я переживаю это как тело. Ну вот там как бы это и есть идеалы. И на самом-то деле просто там плюс ещё воображение вообще необъятным образом разворачивается. А это воображение работает. Поэтому истинное познание бытия – это воображение. Исключительно. Оно всё равно везде происходит. Нет никакой науки, которая вне фантазии. Это всё опять фантазия. Она тоже всё трактует. Она тоже всё, она событийно происходит, и свою событийность она трактует, выделив себя как форму научной. И причём это настолько ощущается, то есть вот я там в Непале, да, там, ну, 10 дней вот на этой випассане, да, и в 4 часа утра, скажем так, да, всё, то есть как бы в какой-то степени тело лежит, а меня нет. То есть у меня было ощущение, что я могу не вернуться, да, что-то невероятное, да. Но, скажем, я не знала, воображение – это невоображение. То есть я вообще ничего по этому поводу не могла даже подумать, скажем, да. Только воображение. Невоображение – это такая форма воображения. Да, да, да. Поэтому если бы ты воображением не знала, опёрто, что такое вернуться или не вернуться, ты бы не могла так воображать, как я вернусь, я не вернусь, кто я воображение. Это всё только благодаря таким опёртостям. Ну да, но это вот и на уровне именно физиологических ощущений, скажем, да, то есть воображение, скажем, но одновременно я не могла ему противостоять. Физиологические ощущения – это уже и есть обслуживание какого-то воображительного, опёртого состояния телом. Тело всегда, оно как и есть вот этот момент джойстика, оно реагирует, вибрирует. Но само тело, само, кому предположить, что само тело, вот ты, как будто бы ты, тебя здесь нет, ты телом дотронулась пальцами до бархата. И это тело дотронулось, и тело почувствовало, что это бархат. Да нет, это невозможно. Это всё тело обслужило уже впредь восприятие мозга, вот эту интерпретацию. А событийно произошло только действие, движение якобы пальцев к чему-то, но там не было в этом касании какого-то чувства самого тела. Чтобы чувствовало тело, это сначала, сначала мозг даёт, так я замедленно схему рассказываю, сначала замедленно мозг даёт форму, чтобы тело почувствовало тактильность, потом он эту тактильность позволяет, чтобы она трансмиттерно пришла к нему в мозг, превратилась в электро, что называется, сигнал. И потом он уже на основе продолговатого мозга синтерпретировал его в образ и спроецировал на обратную сторону внутренний глаз для себя, и чтобы образовалось понятие, что ты что-то увидела, осознала, поняла. Поэтому, именно поэтому я и объяснял, почему я, например, убрал этот фейк при ладовании или индивидуальном ложить гусли на тело. Потому что это фейк. Это просто приятно, можно поиграться в это, но это неудобно. Там нет такого, что тело получает какую-то вибрацию от гусли. Нет. Там происходит лишняя работа. То есть сначала гусли действительно якобы вибрируют на тело, и чтобы тело ощутило, что это вибрация, мозг сначала посылает сигнал, чтобы она в принципе, эта функция работала такая тактильная. Потом принимает этот сигнал, превращает в ощущение, потом идет еще трактовка, комментария на это, что это за ощущение. А можно сразу рядом играть, и будет в ухо тот же самый мозг проходить сигнал, и блуждающий нерв будет прекрасно все давать ощущение, и так же тебе будет что-то корежить. Ну здесь еще плюс доверие к тебе, плюс еще объяснение того, каким образом это действует. Ну это как направление, да. Я даю формулу контура направления, на что опереть свое воображение. А если, например, вообще человеку ничего не говорить, скажем, на эту тему, да, просто, то есть играть, предположим, рядом с ним. А как не говорить, мы тогда говорим, мы говорим, какую систему, то есть с завязанными глазами, ничего не говоря, оглушили где-то в Мексике, привезли, чтобы он вообще не понимал, что все равно достаточно будет того, что он примерно знает. Я ничего ему не говорил, но он зашел на какое-то ладование, услышал, что ладование, увидел гуслю, увидел кровать эту, меня. То есть все, этого будет уже достаточно, что это уже направление, это уже направление для воображения. Ну вот здесь получается вот этот эффект плацебо, да, то есть все является плацебо, получается в какой-то степени. Только он и есть. То есть кроме плацебо ничего и нет, получается. Нет, потому что даже когда, условно говоря, там как в медике говорят, не плацебо, а действительно там есть химию, они кладут, которая действует, и она да, то ему еще раз повторяю, это все стоит недвижимо, на каждом на своем месте происходит. Вот почему от плацебо люди, как бы, можно сказать, исцеляются. Потому что они не от воображения исцеляются, а как от плацебо, а потому что плацебо раскрывает тот момент, что человек в принципе, что называется, исцеляется и заболевает, как прописанное действие, а не какой-то человек, и от каких-то действий, от какой-то причинно-следственной связи. Плацебо это вскрывает. Она не вскрывает форму убежденности, воображения, которое может воздействовать на тело. Нет. Всегда комментарий. Комментарий не воздействует на себя событийность вообще. Он только лишь себя, сам себя создает в этом. Просто это как одно. Ваша двойственность единственная. Единственность двойственная. Вы просто говорили, вы не можете пока, это не просто пока, вообще невозможно вам в вашем нынешнем состоянии быть оперто правильно, осознавать единовременность. Невозможно. У вас всегда будет последовательность. И она будет давать вам все время дополнительные вот эти вот математические несовпадения какие-то, от которых будет рождаться иллюзия, что что-то есть где-то, исток, что-то вот там, как-то, что-то еще. Ну, то есть, здесь, скажем так, если даже о каком-то истоке можно и говорить, то он единовременен, этот исток, скажем так. Да, да, да. То есть, он ничем не отличается от чего-то другого. Да, это вот адвайское чисто вы уже то, и все вот это. Атман один. Сразу же. И он вот, да, Атман один, да, и мы его видим конкретно. Ну, можно и так, можно и так. Не, ну, тут даже название есть. Нет, так если Атман все, конечно, он здесь, то есть, но если ты подправишь, что ты скажешь. Ну, я имею в виду, что вот только здесь Атман, а уже здесь за дверью нет Атмана. Да, здесь Атман, вот он Атман, да, но с позиции, что Атмана все это все, а не с позиции, что это вот это Атман, а вот за дверью уже нет Атман. Вот, то есть, получается, что там плацебо или не плацебо, да, если тебе порожен, ну, вот это же как у Гоголя получается, когда они больницу показывали, они говорят, если помрут, сами помрут, если выздоровеют, то и сами выздоровеют, да, ничего не делаем там. Ну, вот эту шутку, вот эту шутку, все же, наверное, знают, что, как-то, говорит, от гриппа, от простуды, вернее, если будешь, говорит, лечиться, выздоровеешь за 7 дней, если не будешь, за неделю. Ну, да, про корону то же самое, видимо, можно сказать, в конечном счете. Вот там лучше не лечиться, насколько я поняла. Нету понятия, лучше не лечиться или нет, кто там лечит, кто есть, кто решает чего-то. Ну, да, 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 как получится, да, это действительно уже как выйдет, да. Ну, то есть, в этом смысле плацебо или не плацебо, да, то есть, если тебе некая вот эта, ну, в кавычках роль положена. Это комментарий, плацебо или плацебо, это комментарий. Это комментарий, да. А само действие – это вот то, что называют, как происходит там, таблетка, события, ну, как вот происходит. Ну, то есть, если, например, Навальному положено выжить в этой ситуации, то вот три года травили и вот недотравили, получается. Потому что там никто не травил ничего там. Это все комментарии. Травили – это комментарии. Травили – это комментарии, да. По событию, событийность, никто никого не травил, там нет такого понятия. Так, а в событийности тогда что получается? Только сухие действия без определений мы можем так до направления. А, сухие действия без определений. То есть, например… А вообще так можно язык? К нему подкрадывается человек ночью, берет шприцом, у него вдувает какую-то жидкость. И вот это все действие без комментариев. Как только вводим комментарий, четко сразу видим, определяем, берем жидкость на пробу. Все, все, совмещаем, у нас понимают, все ясно. Это был введен яд. Его, значит, дальше что? Его травили. А, все ясно. Это все уже комментарии. Это все комментарии. Так, а вот ведь вопрос такой. Сам язык, например, сами слова, они не есть уже комментарии. То есть, можно ли вот таким сухим способом вообще что-либо изложить, получается? Слова нельзя определять как какой-то комментарий, потому что они состоят из, даже не из звуков, они состоят из образов, понятия как букв. А буквы, они ничто. Если буквы ничто, как слова. Слова тогда вообще бессильны. Какие слова? Что такое слова? Слова – это уже какой-то комментарий, уже по такой уже опертый, сильно-сильно опертый комментарий слова. Нет, ну вот ты же сам хотел обозначить. Вот вошел человек там. На два шага отойдем еще назад. Минуем звуки. А, Б. И еще назад отойдем. На конфигурацию линий, которые в уме обозначаются Б, А, но мы не говорим уже. И потом эти линии мы, в принципе, каждой буквой раздвигаем просто в прямую линию. И потом эту линию сводим в точку. Вот и все слова. Вот из такой точки я всегда делаю слова. Поэтому что они могут означать? Какое учение? Я беру точку и растягиваю на линию, из линии леплю известные вам слова. Потом их озвучиваю. Потом собираю вот как слова. И потом этими словами пытаюсь вызвать у вас значения, которые вам уже известны. И через эти вызывания значений, стимулирования ваших психоопертых эрогенных зон, пытаюсь вызвать у вас определенную форму щекотки, возбуждения, состояния, которая вас дернет туда, куда надо, как психотипы, растождествия. Причем тут слова, тут ничего. Слова – это просто какие-то вибраторы. Это какие-то секс-игрушки. Это вообще не... Да, они пусть вибраторы, да. Но если даже вот эту цепочку вошел, скажем, набрал шприц, выдал шприцом, да. Ведь, скажем так, большинству это понятно. И это как одно и то же. Ну, в самом общем виде видится, да. Что да, вошел. Знают, что такое вошел, да. Да, да, да. Знают, что такое шприц. А так, если еще больше отодвинуть, никто никуда не входил, никто ничего не вводил, никто ничего не делал. Потому что там уже существует причинно-следственная связь самого события, действия, даже пусть не комментируемого абсолютно. А его такого, оно возникает не как форма фиксации, она возникает как форма существования того, кто есть причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь – это ваше имя существительное. Здесь-то нет причинно-следственной связи. То есть вошел, вколол. Тут какая причинно-следственная связь? Нет, так вот это даже вошел, вколол. То есть ты различаешь, что такое вколол. То есть если он подошел бы и дубиной бил по сголовью кровати, ты бы не сказал, что это он вколол. Да, не сказал. Это вот вколол. Где же вколол? Вколол – это когда вот иголка. Ну и тогда вообще. Я поэтому говорю, я еще дальше открою. Ну понятно. Да, 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 да. Да. Ну в общем, ладно, все, спасибо. Привет. У меня такой вопрос. Ты вчера говорила, я нет, и я да. У меня вышел такой образ. Дерево, корни – это я нет в темноте, в пустоте, и является основой, как говорится, из семечка вот это вышло, из этой силы, которая дала семечку взрослеть. И вот эта листва, которая она святую, типа, нужно ей свет, и все, но мы забываем об этих корнях. Вот это я нет, я есть. Корень – это уже очень после состояния, после семени. Нет, как образ, я не веду. Ну я так и играю сразу с тобой, подыгрываю в образе, я тебе показываю в образе. Это нет ни в корне находится, это нет находится уже, когда дерево выросло, зацвело, плод завязался, и внутри плода появилась семечка. Вот это семечка – это нет, еще нет. Потом оно падает и растет, уже появляется. А семечка – вот это оно нет. То есть она после? До и после. Нет, она и до, и после, как я вчера и говорил. А ты не мог бы мне еще раз объяснить это до и после? Получается, ты невнимательно только что слушал, что вы в вашем состоянии никогда не сможете быть обучены логически осознавать, понимать форму единовременности. Единовременность существует для того, чтобы в ней и внутри могла быть последовательность. Если убрать из вас форму последовательности, вы прекращаете быть. Поэтому у меня нет этой последовательности, поэтому я могу так говорить. Но это как форма условной жертвы, единственности, как форма необычности. Это не расхожий момент. Поэтому я и не даю учения, которым говорю. Какой я? Все могут такими стать. Абсолютно все. Весь мир может стать вот такими, как я. Я вестник того учения и вашего состояния, которым вы должны стать. Нет. Поэтому я могу быть единовременным и из единовременности рассказывать о том, как попытаться приблизиться к единовременности, но не стать ею в виде мыслительного понимания, которое будет возможно существовать только на последовательности. Нету там единовременности. Поэтому, а ты сейчас спрашивай, единовременность. Я вот тебе-то образ, твой пользу, я тебе показываю. Единовременность – это то, что семечко, которое появляется внутри уже созревшего плода, а в нем сразу же одновременно существует уже форма всего дальнейшего дерева следующего и с корнем, и со стеблем, и опять с этим семечком. И одновременно существует следующее семечко, следующее, которое не следующее, а это оно же, как в недвижимом. Вот это единовременность. Поэтому всегда только одно семечко. А убрать процесс вот этого движения, буквально опёртого понимания якобы, что вот эта семечка, вот она упала, и выросло другое дерево. И поэтому я в целом показываю семечко. Вот семечко в плоде – это, можно сказать, нет. Всё остальное есть до этого семечка и после этого семечка. Потому что до – оно всегда после. Подожди. Да, я не спешу, я жду. После, а сейчас тогда, вот этот момент. Это то же самое. Это всё синоним. Ты же словами пользуешься, а потом образы, через слова вызываешь образы. Хорошо. Потом ты говорил о комментариях, чувств, что это первичные комментарии. Всё время попадаешь в ловушку, когда говоришь, ты говорил. Кто говорил, о чём говорил. Хорошо. Есть у нас первичные, у меня есть первичные комментарии чувства. И есть, например, вторичные комментарии обычного понимания, вот эти мыслительные процессы какие-то. Это же тоже комментарии, тоже фантазии получается. То есть, получается, те же чувства мы фантазируем, и те же слова, то есть мысли мы тоже фантазируем. Очень часто, насколько я наблюдал. Кто фантазирует? Ну, я фантазирую. Кто фантазирует? Ну, кто ты говоришь, я фантазирую. Это кто это фантазирует? Фантазия фантазирует. Значит, ты сама... Да, да, это происходит фантазия. Происходит фантазия. Я, я, это синоним этого воображения. Воображение само по себе, имя существительное. Воображение... А ты мне всегда говорил, говорить я. А теперь... Я можно говорить, только если ты уже... То есть, я можно всегда говорить, а не это имел в виду. Но говорить разделительно я и у меня, у этого я, я воображаю, разделить, это... Неправильно. Не то направо. Ну, да, так скажем. Не то направо. Ну, в общем, воображаю... Происходит воображение. Происходит воображение двух вот этих... А как хотя бы? А как лучше? Хотя бы, потому что можно... Хотя бы скажи, да? Можно бесконечно еще углублять это дальше все, естественно. Ну, вот это хотя бы уже, уже находится, то есть, на той дороге уже. Происходит воображение. И почему-то, что замечается, почему, например, мысленные воображения и чувственное воображение абсолютно разные. Да. Почему? Это же продукт одного воображения. Почему так часто? Вот, например, у меня всегда стоял вопрос, что такое чувство? Чувственное воображение. Это когда происходит сразу же первичный комментарий на основе того, что уже к этому моменту в тебе было загружено в продолговатый мозг, как форма опертых возможностей вызвать образы. Второе воображение, которое уже как сознавательный, в нем есть очень важный отличительный нюанс от чувственного воображения. А именно, там уже происходит форма некого варения супа. То есть, там, с одной стороны, берутся из продолговатого мозга опертые состояния, но они уже берутся никак, сразу происходят, из-за чего чувства возникают такие. Потому что там не берутся головным мозгом, а сразу происходят, как бы берутся, сразу происходят в чистом виде. Почему, например, в науке чувства и называют компотом психологии? Потому что это как будто бы, когда человек не смог осознанно все осознать, но мозг сработал на скорую руку, и появилось то, что они называют так по-научному чувство. То есть, компот в психологии, в психиатрии это называется, когда что-то быстро там. А вот этот комментарий, который как бы как осознанный, это уже такой осмысленный суп, это уже там варится. Уже берутся индердигенты, варятся действительно, и создается плюс к индердигентам, как бы новое немножко блюдо, как бы новое. Вот оно в этом отличается, потому что два разных состояния. Хорошо, а чем отличается чувство, вот этот комментарий чувства от состояния? А я что сейчас говорил? Я разве сейчас не про это говорил? Чем отличается? Не от состояния вообще, состояния вот человека. Вот ты нам говоришь, что нам мы просто имеем... Состояние человека это синонимом того же воображения. Воображение это и есть состояние. Человек это не тело, это в том числе тело. Но мы говорим о человеке как о форме воображения. Хорошо, смотри, почему тогда получается то, что видится, это, мне кажется, мыслительный процесс. А то, что чувствуется, это уже как бы химия тела, например. Это не химия тела, еще раз повторяю. То, что тебе кажется, что ты мыслительный процесс, это потому, что у тебя уже, еще раз повторяю, суп, суп варится, что называется, с помощью твоей усеченной осмысленности, которая зацепилась и усеклась в сознавательности мозга, в которой озвучивает и происходит как прописанность действия жизни тела. А чувство это когда это не подключается туда, не подключается. Из продолговатого мозга верхний мозг просто выхватывает похожие моменты и сразу швыряет их как форму осознанности, как сразу. То есть там, по сути, осознанность не участвует как таковая. То есть это, можно сказать, даже сознавательность, в чистом виде сознавательность, в ней нет осознанности. То есть сознавательность в чистом виде, без вашей усеченной осознанности, по сути, это и есть чувство. Поэтому животные, они живут именно вот таким с формой. Сознавательность – это не форма мышления. Это и есть сплошные чувства. Животные живут, получается, на сплошных чувствах. У них сплошные инстинкты, скажем так. Это и есть чувства. Вот ваши чувства – это просто мыслительная форма инстинктов. В чистом виде, скажем так, без сильного акцента при воздействии вас уже как воображения осознанных. Именно ваша осознанность, вы как воображение, осознанность, хватаясь за чувства, превращаете это в форму, то, что вы называете мыслительный процесс. Осознанность, действие, мышление – я есть. Вот почему я пытаюсь донести, что ваше ощущение живости, мыслительных процессов и так далее – это ограничительная опёртость. У меня живость именно чувства. Да. А? Моя живость я находила только в чувствах, не в ничтительных. Нет, 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 нет. Ты сейчас не заметила, как ты сказала, я находила в чувствах. Это значит, чувства произошли, ты на них раз в комментарии и рассказываешь. О, это тоже я. Я искала. Я искала. Когда-то там… Нет, ты там нигде не найдёшь, потому что ты ничего не можешь искать, ты только можешь придумывать. Ну, придумала. Я придумала, то есть… Ты придумала, что ты искал. И именно в чувствах. Ты придумала, что ты искала. Скажем, отфонила это именно в чувствах. Да, да, да. Через воображение ты можешь найти всё, что угодно, где угодно, как угодно, назначив всё, что как угодно. То есть это абсолютно все. Проблема только в том, что ты, опершись на какую-то вот эту настоящность, не понимая, что ты эту настоящность, это ты дублируешь извращенно форму природы себя как тела, ты попадаешь своей истинной дополнительной формой натуры в единовременности как воображение в ограниченное состояние. Потому что тело, захватив тебя своими контурами, не позволит тебе выйти за рамки, проявить свою безграничность. Не позволит. Да значит ты будешь искать безграничность в некой опертой внутри здесь истины. Вот все и ищут настоящую истину, настоящую в природе, левитацию такую, паранормальность, развитие. Спасом ситхи в природе. Есть такие тонкие состояния, только надо найти тропу, тропу, пройти этапы, развить, открыть. Есть, есть оно. Где-то в горах тайны, там есть, есть. Калачакры, все, есть. Я поняла, но ведь, скажем так, воображение, например, все, все наслаждение в жизни с чувством. Наслаждение? Ну для меня, для меня, для направления, возьмем так, наслаждение, это и есть удовольствие. Удовольствие. Но это неважно, это синоним. Это синоним, да. Где наслаждение все-таки я бы больше переместил в удовлетворение, которое находится на грани перехода удовольствия. Потому что наслаждение, это такое какое-то состояние достаточно инстинктивное, скажем так, оно неосознанное. Удовольствие, оно, видишь, оно осознанное. Осознанность, то, что вы называете осознанность, это усеченное правильное ваше состояние. Оно без этого тоже как осознанность, но в другом состоянии. Вот я его и демонстрирую. Я же осознанность, якобы. Но я имею в виду, какую роль вообще чувства играют в нашей жизни? Это совсем мы не раскрывали. Чувства играют ту же самую роль, благодаря которой живут все животные, и вы телом живете как животные. То есть, ваше чувство, по сути, это и есть ваше мышление. То есть, та и есть сознавательность. Мышление без осознанности, которое как прописанность действует как тело. Это и есть чувства. У вас всегда есть эти чувства. Они только есть. Вы все чувствуете. Но так как вы в этот момент еще находитесь как осознанность, вот это воображение, появляется некий мыслящий, который эти чувства подзвучивает еще каким-то мыслительным процессом. Потом вообще разделяет чувства и мыслительные процессы. А потом разделяет, да. Вот это разделение. На самом деле, можно так сказать, это все мыслительный процесс. И опять можно сказать, в обратную сторону, это все чувства. То есть, все-таки они первичные. Ну, вот как я говорил, когда человек говорит, я... То есть, сидит на встрече с несаргадатой, но ахараджем человек и задает какой-то вопрос. А правильно, что я понимаю, что Брахман это все и Брахман это ничто. Он ему говорит, все, твой путь окончен, выходи отсюда. Все, тебе ничего больше не надо, ты все просветлен. Он говорит, как же так, Гуру, а я ничего не чувствую. Я же должен что-то чувствовать. Как? А ты говоришь, я просветлен. А вот потому что разделили чувства и мыслительный процесс. А получается, то, что он так понял, это он и почувствовал. Но он разделил, и ему надо еще какой-то образ теперь. Вот так вы и ищите это просветление. Вроде бы все почувствуете, все поймете, все правильно уже. Сложите картинку, правильно, это и есть. А вы начинаете искать какой-то образ, который выразится в каких-то еще дополнительных чувствах. То есть, если бы не было просветления чувственного, такого образа вот этого, как все ищут взрыва какого-то, ананды такой, то просветленных было бы намного больше. Потому что просветление, то, которое даже я иду навстречу, то, которое сейчас попсово всех якобы многие тешутся и ищут. Это определенная форма условно-правильного конфигурационного понимания, где кто есть, что атман все, и этим всем не является, надает жизнь всему. То есть, по сути, вот так сказать, если человек понял, он так сказал, и можно ему сказать уже, все, а ты просветлен, все. Он скажет, я же должен был, я же охренеть должен был, я же должен как-то вот что-то куда-то, а после этого у меня по-другому все должно. А вот это вот проблема. У меня почему-то в жизни, скажем так, мыслительный процесс очень часто в жизни подводил, а именно чувственный, как мне, так говорится, казалось, ввел более правильно. Это комментарий, это комментарий, опирающийся на впредь огромную канву, выстраивающую опертости жизнь, в которых, внутри которых определялась в зависимости от событийности и комментария этой событийности, определялась на фоне этого коридора опертости, состоящей из огромного количества опертостей. Вот эта форма подводила, получалась более-менее, удачливее, проще, тяжелее, вернее, менее. Вот это все только потому, что говорит сразу, что есть, кроме вот этих вот комментариев, которые я перечислил, некая канва, состоящая из огромного количества комментариев, которые действуют уже вот так, словно говоря, инстинктивно, заставляя, так говорите, такую абсурдную речь. Более-менее, подводила, что это такое? Дура! Глаза подвести, я понимаю, что такое подвести глаза. Подвести лошадь там к водопою, понятно. Не, ну, скажем так, вот эти ощущения, я заметила, что именно вот чувственное восприятие для меня очень важно. Конечно, да, все важно, нет ничего не важно, все важно, и все абсолютно не важно. Потому что ничего нет. А ничего нет-то, потому что есть все, и это все именно только вне ничего, все верно, да. То есть важно и не важно, но я имею в виду, я ощутила эту какую-то, ну, скажем так, страх потерять чувственность как человек. Даже не смерти, а вот это, скажем так, потерять чувство для меня хуже смерти. Ты сейчас говоришь, я ощутила, и начинаешь рассказывать, что ты ощутила. Да, мою фантазию, происходящую. Не понимая, что сама попытка, что ты пытаешься прокомментировать как ощущение, оно уже комментарий. Да, это уже фантазия. Да, да, потому что она возникнуть могла только на основе уже каких-то опертых, вообразительных вот таких вот убеждений. Как чувства, как узнавания, как ощущения, как форма инициации чего-то в событийности. Да, хорошо, я поняла, надеюсь, что поняла. В общем, теперь... Да, это не важно, спасибо. Второе, ты говорил интересную вещь, я нет... Это говорил. Привычка, прости, я буду изменяться. Я нет, это одна любовь, а я есть, это две любви, опять же, к чувству. Вот как-то была фраза, я есть, это двойственная любовь, две, то есть как-то. Или, может быть, я что-то неправильно слышу. Не знаю, я же не говорил учения, но то, что ты сейчас говоришь, для меня не отзывается, как форма узнавания не того, что я говорил. Хорошо, любовь и там, и там есть, и я есть, и я нет. Нет. Какая любовь? Ну, скажем, ну вот я слышала любовь. Да, вот когда говоришь любовь, это то же самое, что ты сейчас скажешь тубареткой. Будешь так же говорить, вот там две тубаретки или одна тубаретка? Я говорю, ну вот ты же сказал, вот в эту маленькую точку, вот это нет, я нет, входит в эту маленькую точку и светит. И при этом какой-то был образ, что в этой я есть и я нет. Вот сейчас, вот обрати внимание, что ты сейчас не вопрос задаешь, а мы сейчас сидим несколько минут, ты пытаешься как будто бы воспроизвести мою какую-то речь. И зачем? Не знаю. Если ты хочешь спросить по тексту что-то, ты вообще не туда пришла, ты вообще не туда пришла. Это надо гуру, который несет учение, который сразу скажет, да, я имел в виду вот это, я так сказал, в учении подправлю. Здесь, здесь, ну и что, что я говорил? Ты просто бери, что тебе хочется непосредственно сказать, то и говори, ну в смысле как спрашивать. Хорошо. Ну, во-первых, я сказала насчет, сейчас чувства, это уже решили. А теперь насчет вот это, я нет или я есть. Можно о нем поговорить, чем они отличаются и что? Я не могу об этом ничем рассказывать, я это сказал в каком-то контексте, в попытке дать направление, которое, слово направление, синоним придумывание. Как оно? Я придумаю тебе. Вот. Ну, давай. А, есть, нет, да, сейчас и лекцию про я есть. Нет. Да. Ну, опять же. Мне тут нечего мне сказать про я есть, нет. Для меня это бред силы кобылы. БСК-3. Так все равно, ну, 4, 5, 10. Наталья хочет увидеть, по-моему, куда идем. Мы никуда не идем. В Сатиюжный. В Сатиюжный. Куда идем мы? Да. Это большой секрет. Большой секрет. Сатиюжный я нет. Вот. Большой секрет. Да, это точно. Какой-то я фразу эту уловила, а теперь повторю. Видишь, ты опять хочешь от фразы, как бы, чтобы уточнить. А, нет, я не хочу. Это и есть попытка спрашивать форму, когда дается учение. Да, но хочется. Раньше срабатывало, сейчас не срабатывает. Вот я и по привычке. Нет, раньше срабатывало не потому, что оно раньше срабатывало, а потому что все-таки удавалось соблюсти какой-то момент. Сейчас вот в данный момент не удалось. Поэтому так. Надо, мне кажется, просто брать и спрашивать. Вот как ты примерно в этом контексте все-таки немножко спросила, две любви или нет? Я сразу тебе вывожу на тему, какая любовь. А что? И две любви. То есть я сначала тебя сразу возвращаю. Что за любовь? Я же могу еще на говорящего. Ну, ладно, я еще. Ну, гавайя накидывайся, Господи. Слышь, какая любовь? Хорошо. Ну, давай поговорим о любви. Например, когда вот у меня такой образ был. Вот это любовь матери, любовь мужчины и женщины. Любовь, вот, например, когда помогаешь бабушке, когда переводишь. Точнее говорим, биохимическая, биохимическая форма действия гормонов в виде механики. Ну, да. Механики тела. Да, да. То, что называется к ребенку, к другому полу, к родине и так далее. Это все биохимическое. Нет, это не к родине. Это, я имею в виду, та сила, которая это толкает делать. Да нету этой силы, этого, это вообразительный образ, который вас растождествует. Почему человек... Ты какую-то объективность хочешь уточнить? Нету этой объективности. Поэтому это все поэзия, которая расторжесляет. Чтобы потом вот так же использовать это, но не вот как будто бы уточнение какой-то объективности. Сила же, это я про силу хочу поговорить. Вот это сила, которая... Вот она же сила-то толкает, да? Вот это сила. Но мне не кажется, что это в физическом мире. Мне кажется, что что-то есть. А что такое нефизический мир? Нефизический мир, это что? Это физический, но более тонкий, скажем так. Ну тогда это тот же физический. Тот же физический, да. То есть даже те же вибрации, да. Здравствуйте. Я говорю, что нет мира, даже есть только тело. Природа, мир, космос, все это тело. И что? А тут ты про какой-то нефизический мир. Это же как-то... А что такое? Я имею в виду, есть что-то вне этой клетки. Вне этой клетки ничего нету, потому что нет никакой клетки. Это ты сейчас в клетке. Да. Свои. Да, правильно. Нелогично. Это все поэтические образы. Я сейчас так тебя все время как бы обкладываю, потому что ты не можешь никак заметить, что я тебе сигнализирую, что ты... Дело не в том, что ты говоришь. Дело в том, как ты говоришь. Ты говоришь это как будто бы ты уточняешь какую-то условную объективность. Какую-то форму последовательного понимания хочешь выяснить. И здесь я обреченно буду это сейчас сломать, потому что этого нет такого. Я не знаю, что на это отвечать. Я не могу на это пойти. Стоит тебе сейчас градус убрать этот, и ты увидишь, как мы легко будем про эти же темы разговаривать. А как мы убирать? Ты все время говоришь, придумать. Я не знаю, как вот так. А что значит? Я думал, он тебе сразу научится. Вот ты говоришь, переключи то, сделай то. А ты говоришь, что сделать? А при этом я не могу. Я вот слушала вот это, а я не понимаю. Ты мне вот каждый раз, и я в потерянности думаю, ну хорошо, я хочу, но а что же сделать? То есть стремление, ну хорошо, сказал сделать, избавься от этого, а как? Потому что слова сделать, ты слышащий от меня, ты оживляешь объективным образом формы действия, практики. Ну где же я такого говорил? Нет, не практики, а да, вообще, наверное. Я-то это говорю как, еще раз говорю, я все говорю как направление, как концептуальное сиюминутное состояние. Значит, даже когда я говорю, надо это сделать, и говорю это с образом, что сделать надо с усилием в ближайшие 30 лет, я говорю это только вот на сейчас, на это мгновение понимания. Нет никаких 30 лет, нет никакого подразумевания какого-то действия на 30 лет. Не существует его. Я говорю только на эту секунду. После этого она все, горелая спичка. Ну я поняла. А, ты что-то поняла? Да. Придумала. Я птицы услышала и сказала, поняла. Да, да, да. Птицы звук. Именно так. Птица говорила, он отличается умом и сообразительностью. Дообразительностью, товарищи. Не, ну, действительно, честно говоря, вот этот весь путь у меня прямо страх, чего я могу потерять. У меня страх потерять мою чувствительность, у меня страх потерять, скажем так, чувствительность и человечность. Вот этот страх какой-то. А что это такое, чувствительность и человечность? Это что такое? Ну, скажу так. Чувствительность – это высшая любовь. Это быть к себе, к другим. Ну, то есть, скажем, распадаться, сливаться. А второе, что было? Не подскажете? Ну, так и получается. И человечность – это как-то, скажем так, не выделяться, ну, то есть, не быть отдельным от чего-то. Ты что, действительно, сейчас мне это отвечаешь как форму того, что ты что-то обозначаешь, какое-то объективное мировое существующее? Ты уже опираешься на то, что есть объективная вселенная сразу, чтобы я так говорила? Нет. А если ты просто столько для себя повообразила, то как ты можешь ответить? Ну, а и возьмем самую последнюю, как крышку в гроба, так сказать, гвоздь. Давай. Перед тобой сидит то, чем ты боишься стать. Сидит бесчеловечный? Нет. Ты же это боишься потерять? А как, я не понял, да? Я же не раз не могу рассказывать про то, что вы должны сделать. Я рассказываю, происходя тем, кто им являет. И что, вот ты сейчас рассказываешь, что ты боишься стать мной. То есть, я бесчеловечный и бесчувственный. Если я человечный и чувственный, выгляжу в смысле, значит, ты боишься чего-то другого, какой-то образ. Мы только в образах уже и живем. Ну, этот образ, который находится в череде ограниченности тебя, как воображение, рождая вот этот страх, как страдание. Ощущение нежелания стать нечеловечной – это уже страдание. Предполагать, что можно попасть в такую ловушку – это уже страдание. Потому что этого ничего нет в таком состоянии, как ты это осознаешь. А у тебя тело реагирует на это. Значит, это уже страдание. А это чрезмерно, его нет в теле, его могло не быть. Когда зуб заболит, мы можем сказать, ну, болит, ладно, что ж. Но когда вот это придумывается, это тот люфт прописанности, у которого большой-большой диапазон может быть, может не быть. Ну, опять фантазия используется не там, где надо. Фантазия не может использоваться, потому что нет того, кто может использоваться. Вот отдельность, не являясь своей иллюзорностью, фантазией, а только лишь, ну, состоя, как ты, положение тебя, она вот и попадает в ситуацию ощущения, что она какая-то есть, у которой есть фантазия. И пока она не исчезнет, вы себя в виде фантазии безличностной, но в личностном фантазийном состоянии никогда не почувствуете. Как я пытаюсь вам это демонстрировать, говоря, что я не живой, я живости не ощущаю. Ну, вот это слово, это пугает. Я и не мертвый, я и не скажу, как какой-то отвойти, что я мертвый, это тоже чушь полная. Ну, а это я не живой, как это трактовать, это пугает? Вот, а кому это, а кто будет трактовать? Тот, кто считает себя живым. А что плохого считать себя живым? Ничего плохого, тогда не надо просто здесь меня ни о чем спрашивать, когда надо идти и зарабатывать. Нет, ну ты же говоришь о наслаждении жизни и так далее, это не противоречит, например. Да, но я говорю, это не то, что ты понимаешь, потому что, когда я это говорю, это звуки, которые расторжествляют тебя, а ты их превращаешь в подпитку своей уже существующего контура опёртости. Я этого тебе так не посылаю. Опять ты правильно, как чуть назад сказала, я щебечу, а ты сидишь на реке, и вместо того, чтобы от щебета ощущать всё большее умиротворение и изменение формы твоего восприятия, ты вся сосредоточена перевести крики этого соловья, перевести в стенографические формы символов, которые привязаны к образам, загруженным в продолговатый мозг, пониманием. Ну, на здоровье, конечно, там ахинеи будет странно. Тебе сначала надо придумать, что этот язык означает, этот щёлк А, этот Б, этот Кучу, это там Б, и ты начинаешь потом азбуку Морзе, и ты думаешь, о, я поняла. Она не означает А, она не означает Б. Скажи, ты вот всё время нам, я не знаю, где попало недавно, во-первых, я вспомнила, как вот мне, когда я старую библию читала, вот это Азмь, Ейсмь и так далее, училки, и вот, например, вот эти слова «благо», «благодарю» или там «спасибо», мне ещё папа рассказывал, и ты всё время говоришь о вот изменении вот слова, и где-то я случайно в интернете, или где, я пару раз слушала, что как мы говорим, мы есть то, что, как это вот связано наше говорение, то есть нужно ли работать, значит, говорить? Образом, образом, слова без образов не существует. Меняя слова, я меняю образы? Да, да, да. Поэтому даже вот в буквице говорят А, образ буквицы, образ буквицы, самой буквы, образ, образ буквы. Это бог, это бог на земле, это начало, та-та-та-та, и всё вот начало. И ты рах, ты его уже строишь из других ещё образов, потому что ты не можешь просто построить, тебе надо построить, что такое земля на земле, кто бог, что такое. Берёшь ещё кучу божьих отвертых и создаёшь образ буквицы. И всё, и потом из них там форму, потом трактовать можешь всё. Поэтому так-то это да, с точки зрения воображения, где моё внимание, там и моя душа. Там и есть я, всё верно. То есть так можно при помощи говорения, что ты контролируешь, как ты говоришь, поменять и образы, которые у нас? Нет, тут будет сразу ловушка. То, что это неправильно, да? Тут будет сразу ловушка того, что ты превратишься в узкое сектантское проявление опёртости, что правильно, что неправильно. И всё. И вот сама форма правильная и неправильная, она уже ограничит опять так же воображение. Поэтому это сиюминутность позиции, я говорю, сиюминутность позиции. Вот я даже сейчас сказал, да, это вот так. И всё, это ничего больше не значит в следующий момент. Кто-то может неожиданно задать вопрос, при котором я вдруг скажу иначе. Ну да, ты же говоришь с человеком, это понятно. Просто с человеком. А у меня нету какой-то догмы жизни, по которой есть кто-то живёт там. Даже не то, что у меня нету. А у меня нет такого, который мог бы жить по догме. Так может быть это то, что ты говоришь, я не считаю себя живым. Вот это состояние только. Когда я говорю, что я не считаю себя живым, я даю направление для воображения, которое интуитивно, условно можно сказать, я знаю, вас растожествует. Вы или ты, вы или ты из этого делаете пониманную форму, о чём я говорю. Но то, что я говорю, что вы понимаете, я то не говорю. Я понимаю. Я этого не говорю. Я всегда не говорю то, что вы понимаете. Всегда. И то, что вам кажется, что потом поудочняя вы говорите, ну да, я это имел в виду. Опять в этот момент у вас совпало. У вас не то, что я сказал. Даже когда я скажу, да, 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 я именно это имел в виду. Это не означает, что там что-то совпало. Потому что это может всё быть по-настоящему, условно говоря, только если сначала мы так разговариваем, находясь в объективной настоящей Вселенной, которой, соответственно, есть жёсткие объективные законы, которые заставляют нас следовать определённым состояниям, которые мы соблюдаем. Чётко попадаем одновременно все, только в одну точку. В данном случае это понимание. А какой? Всё вылетело. О, молодец. Вылетело так. Понимание. Ну, а с другой стороны... С какой другой стороны? Понимание, это же нам не даёшь. Мы же вообще не понимаем ничего. Я не даю понимание. Я даю понимание. Ты даёшь понимание, но мы не можем это уловить. Я только на видео, когда начала смотреть... Вы не можете уловить, потому что не просто нечего ловить, а некому ловить. Некому незачем и нечего. И что такое? Что там ловить? Ловить рыбу надо. Ловить надо мяч, который тебе кинули. Вот где соразмерно используется образ ловить. А вот это вот понятие ловить, понимание, ловить истину, это уже психический градус. Он может быть только поэтическим. Он не может быть познавательно опёртым. Это будет уже чушь. Познавательно опёртым. Ну, короче, чувства, я так поняла, никуда не исчезнут после исчезновения. Они всё-таки как есть, так и есть. А вот опять же чувства. Я говорю, ты так это всё рассуждаешь, как будто бы. Я говорю о том, чем я являюсь. И тебе приходится самой идти на свой страх и риск в какой-то темноте. Ты говоришь, в моём понимании, вот такая у меня есть образ человечности, для меня вот такой. Вот такой образ чувственности. Вот такая вообразительная система, она мне вот даёт ощущение какой-то целостности, удовольствия. И вот она вот так выглядит у меня. Не как закон, а вот у меня. Да, 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 да. Укажу во своей. И вот она у меня исчезнет, когда я что-то там. Я сразу скажу, не в смысле исчезнуть или нет. Я сразу скажу, зачем ты сейчас рассуждаешь, что ты как-то изменишься. Это же опёртым. Как может измениться мгновение, момент, как он может измениться? Кто будет меняться? О, мать, как он может измениться? Опять съезжаю. Но ты так не спрашиваешь, и мы начинаем подягу о том, какие чувства, кто такое человечность. Ну не знаю, какой стороны подойти. Я человечный, я чувственный. А вот так раз, и мы переходим на главный корень. Я для тебя сейчас как будто бы работу сделал, говорю, тогда мы перешли на главный корень. В чем тут чувственность? Мы переходим на главный корень, на изменение момента. А значит уже сразу несоразмерный момент. Зачем? Кто-то может что-то измениться. Что за рассуждение? Что за страх? Что за бой? Да, понятно. Ну просто это так, вот в этот процесс тянулся, и оно шло вместе. Я хотела как-то поставить это. Да, поэтому тут даже еще можно добавить. Человек сразу там, чего он боится. А значит, то, что ты рассказала, ты уже сейчас сидишь такая бесчеловечная и бесчувствительная. А, вот еще, я понял. Момент же, только момент. А вот это, скажем так, у меня появилась гиперчувствительность. Я не знаю, что такое гиперчувствительность. Я имею в виду... Я чувствую все намного как-то... Ну вот как ребенок. Что сразу... Я еще раз повторяю, то, чего ты мне не даешь договорить, это то, что это относится уже к опертой вообразительной сфере. Все познается в сравнении. Поэтому все эти гиперы, я намного больше, чем, ну как в детстве. Нет. Это какие-то сравнительные в твоей вселенной формы воображения. Да, а момент меняется. Что ты хочешь здесь тогда понять? Опять движение, опять упало в движение деятелям. Да, понятно. Вы кому-то думаете, я здесь должен сидеть? Вы приходите и говорите. Атман, вот у меня в левом пальце вот щекочет не так, как вот в 13 лет, а как в 15. Это что такое? О, это я что? О, как интересно. Такой состав был классный. Все рассказал. Как чешется, как что-то в заднице там щекочет, где-то там зуб там хрящ. Это все раз все объяснил. Молодец, хороший, настоящий учитель. Я для этого что-то не говорил. Как врач. Как врач. Я к врачу. Уходим же, спрашиваю. Врач – это тот, кто врет. А это точно. А врет – это не в смысле делает плохо Апанова. Это говорит свое мнение. Вранье – это говорение от собственного опыта. От чего надо тогда говорить? Спонтанно, просто как идет? Я не говорю, что вы должны говорить. Я показываю, что данную секунду не надо говорить. Врать. Особенно со своим мнением. Создается просто такое впечатление немножко, что ты как будто бы, как будто бы попадаешь в эти ловушки, потому что у тебя сформировалось какое-то стремление быть какой-то хорошей ученицей. Что-то удачно сделать, куда-то как-то вести себя как-то соразмерно учению, какому-то обстановке, атмосфере. И это сразу делает тебя более неудачной в этом отношении. Скажем так, здесь я первый раз начала учиться. Здесь первый раз у меня есть стремление, я школу ненавидела, я скажу честно. Вот этого не надо, этого не надо. Ты сразу все потеряешь. Я первый раз, когда действительно вошла в этот процесс, желание… Некому учиться и нечему учиться. Даже я соглашусь, что есть кто-то, но нет того, чему он может научиться. Потому что я, наоборот, забираю вашу даже способность учиться. И не говоря уж о том, что вы уже научились там много, а вы ждете, чтобы я вас чему-то научил. Ну, и скажем так, у меня создался такой действительно образ, что я неправильно что-то все время делаю. Да-да-да, это вот от этого, потому что образовался какой-то образ, к чему якобы надо стремиться. И это даст тебе какую-то форму удовлетворения, удовольствия. И этот образ не совпадает, естественно. Наоборот, из-за этого страха у меня образ, что я иду не в удовольствие и чего-то, а в чего-то, чего… Никуда не можешь идти, там ты момент. Куда ты можешь идти, куда ты не можешь идти. Все время деятель, деятель. Вы все время показываете деятель. Такое выражение, такое выражение есть, «Век живи, век учись, все равно дураком помрешь». Вот я и пытаюсь, чтобы вы не померли дураком, дураками. То есть вам не надо учиться. Учиться – это значит быть дураком. Учиться – это значит прожить жизнь и удовольствие, и помереть тем опертым дураком. Удовольствие. По-моему, жить уже удовольствием. Видеть, фантазировать, воспитывать. Ну, если тебе этого достаточно, я скажу, нет. Это просто… Удовлетворение. Удовлетворение, да. Это форма, как бы, прихода к некому, к некой точке равновесия первичного. То есть мы здесь никогда, никто из людей, кроме скажу, у тебя, что такое удовольствие, не познал. Я не познал никакого удовольствия. Я не являюсь никаким удовольствием. Но ты говоришь, что прожить жизнь и не познать удовольствие. Да, да, да. Эти сиюминутные все фразы – это все здесь для направления, для формы атмосферы. То есть я эти фразы сказал, но суть в этих фразах, а что на фоне этих фраз, я внутри капота провернул, очень важно, ключ там гайку подвернул, что-то там в поршне. И вот, но это невозможно рассказывать, объяснить, потому что не вы будете прикручивать эти гайки. А ты из моих слов берешь, пытаешься взять инструкцию, как эту гайку закрутить. У меня даже обязанности я должна, если… У меня не стыдно за то, что я не закручиваю. Это гайка, ты даже не знаешь, что она есть, даже не знаешь. Я даже не знаю, что я не знаю, это точно. Да, да, да. И такое, здесь вообще, какое не знаю, знаю, вообще потерянность. Вы даже домыслить не можете, насколько вам на самом деле здесь нужно расслабиться и получать удовольствие. И это будет тяжелейшее мучение без учения. Поэтому вы идете по более легкому пути, который выражается у вас вот в таком попытке что-то понять, мучиться от непониманий, запутываться головой. На самом деле, я вам скажу, это вы идете по очень ленивому простому пути. Ленивому. Потому что более трудный момент – это именно расслабиться, и что я сделал вами, потому что вы делаете мной. Расслабиться. Хуй, я так могу расслабиться, что… Нет, это не тот образ. Я здесь как начну болтать, так меня еще и даже не остановишь. Или вообще не болтать, в общем. Или вот чуть не засыпаю. Вот это не к тому, это не о том. Это не о том, опять. Догадайся сам, придумай сам, да? Да нет, я же могу только направленно сказать, это находится в сфере усилия понять, скажем так. Вот для тебя, если сказать, как я с тобой говорю в данную секунду, ты говоришь сама с собой мной, то это стремление понять. В этой сфере находится твоя форма упрощенного перенапряжения. А на самом деле есть более сложные моменты расслабления в этом процессе. Но ты не знаешь, как расслабиться в этом процессе. Ты не знаешь, как. У тебя, видишь, сразу образы идут какие-то условно-комментарно-физиологические. И засыпаю, расслаблюсь, ничего не говорю, глаза закрою, медитирую, улетаю, просто слушаю, тащусь и там что-то. Но это все, это ты продолжаешь с другой формой понимать. Вот я ощущаю, что где-то нужно понимать, а как понимать, не понимаю. Да, 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 понимать надо. И у меня... Вот тут коллапс, понимать надо, но понимать так, как ты понимаешь, так не надо. Не надо, и я вот не знаю как, вот я вот чувствую, что что-то я не так понимаю. И у меня вот это тогда, а я понимаю, что я пришла здесь по своей воле и по своему желанию. И желание громадное, а что делать, полностью теряешься и понимать не можешь. Образ, что надо что-то делать, вот он неверный, неверный. То есть, ну ученик вроде бы должен что-то делать. Какой ученик? Чтобы был ученик, нужно обязательно наличие учителя, обязательно. Как может ученик быть сам по себе? Он же ученик у кого-то. Но ты же есть вот у нас. Но я не могу быть учителем, я не могу быть учителем, у меня нет учений. У меня нет того, кто может быть давать учений. А как же тогда понимать, не понимая? Я не поняла. А ты каждый раз мне говоришь, когда я начинаю вроде пытаться понимать, ты говоришь, неправильно, неправильно, неправильно. А тогда как же понимать? Вот в этом расслабиться и говоришь понимать. Я смотрю, другие люди понимают, а у меня не получается. Непонимание – это своеобразная форма понимания, но ты на него не можешь переключиться. Не можешь на нем сидеть. Ты можешь его все минутно сейчас понять, вроде ощутить, как прикольно. Но быть этим, постоянно слушая по три часа каждый день, вот это сложно. А я говорю непонимание, то есть та форма, которая возникает у вас как непонимание – это тогда, когда вы понимаете как раз. А у вас внимание переключено, опертое, требовательное на ту форму, которую вы называете понимание. И тогда, пользуясь этой формой, которую вы транслируете мне, я даю направление, что у вас есть понимание, а есть когда-то непонимание. Вот когда у вас непонимание, это вы понимаете. Вы говорите, о, тогда я буду ничего не понимать. А, вы не можете не понимать так, как вы стремитесь понимать. Это не может быть мыслительным процессом, стремление не понимать. Это все равно, что взять, просто, а, ну как, ну, начали водки напью сейчас, я нажрусь, пья, еще и поебай, сидеть. Вот, я не пью, о, я исполнил все, да? Скажу, нет, ничего. Я не пью водки. Поэтому непонимание – это ваше понимание, и оно ценное тем, что я, вы не можете расслабиться и дать, условно говоря, себе, мною, помогать вам возникать все время вашему непониманию как в форме непридуманного вами понимания. Потому что я могу создать вам непонимание, вы не можете, меня слушая, специально не понимать, чтобы, понимая, что это непонимание будет истинное понимание. Вы все время будете стараться понимать. У вас будет работать так рефлекторно ваша суть отдельности. А вот, скажем, уметь вот так как-то раз, предоставить мне все больше и больше, вводить тебя в непонимание и сразу же осознавать для себя это непонимание как форму понимания своеобразного, но не тем, что это непонимание, анализировать и из него брать какую-то информацию. Это, да, это проблема. А вот скажи, пожалуйста, вот это получается ты как фокусник, да? То есть ты отвлекаешь внимание, например, да, определенным фокусом, а тем самым где-то, скажем, на границе видения. Нет, 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 это такая удобная форма эгоизма. Он говорит, меня дурят, но хоть скажи мне, что меня когда дурят, там все-таки что-то выгодное, полезное происходит. Я говорю, нет, нет, тебя дурят по полной. По полной никаких выгод от этого нет. Ага, то есть фокус не удался, Факир был пьян. Да, 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 я тот фокусник, у которого все время он не удается. Ну да, 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 даже фокус, да, не получается. Да, я самый пьяный, я в этом мире самый пьяный. Самый пьяный фокусник. Ну то есть тебя ни к чему не прицепишь так вот, да, чтобы вот как-то... Нет, как раз меня можно ко всему прицепить. И в то же время эта прицепленность будет являться невозможностью меня ни к чему прицепить, потому что как только ты прицепишь, я в следующее сразу же мгновение поменяю позицию жизни. И твоя предыдущая прицепленность потеряет логичную прицепность. У прищепки ослабнет сразу механизм, и она отпадет. Ну вот что, собственно, с нами и происходит здесь. Вот так и получается. Чем больше вы будете вот это давить понимание, что вы что-то должны понять из этого, построить форму какого-то, вам, что называется, понимания, это должно отразиться у вас в ощущении как формы значимости, постижения чего-то очень важного, о воображении, о бытие, о форме перехода к али-йоге в сатью, как стройное все больше и больше такое конгломерат, такое внимание, тем сильнее вы будете отдаляться от... Нет, это надежда уже оставлена. Ощущение меньше и меньшей ценности здесь нахождения, потому что все такое ощущение эгоизм будет говорить, что я здесь сижу, ни хрена не понимаю, что-то отсиживаю, что-то там одно, другое, о чем говорят, непонятно, жизнь нормально идет, все зарабатывает, ничего, есть этого, все равно жизнь идет, нет этого, все равно жизнь идет, зачем я это, к чему это вообще, ни о чем. Нет, нет, у тебя уже это получилось, что у нас ничего устойчивого как раз, никакого устойчивого понимания не возникает. Это у вас получилось, у меня нет того, у кого что-то получилось, это у вас получилось. Ну, это форма говорить, то есть это просто способ говорить. Да, я тоже использую форму говорить, все верно. Да, вот, и что, ну, ни у тебя не получилось, ни у нас, то есть у тебя получилось, что у нас не получилось, вот как-то так получается. У вас немножко получилась неполучаемость. Немножко получилась неполучаемость. Ну, то есть, все, что возникает, все тут же и рушится. Вот о чем речь. А оно только для этого и возникает? Да, да, да. Но когда рушится, что происходит? После разрушения-то опять что-то должно возникать? Ну да, вот этот процесс, он все время идет, и поэтому, скажем, уже ни на что не надеешься, ни на что не рассчитываешь, скажем так. А на что надеется? Надеется, может, только на совпадение образа впредь какого-то оперта? Ну вот, я про это и говорю, что здесь нет уже ничего этого. Значит, получается, вы все время меня используете не по назначению. Вы инициируете так, как меня нет, вы через меня, себя и все время меня как инициируете только на один, еще пока несоразмерный, истинно моей ценности факт. Это все время ломать, ломать ваши опертости и ваши попытки все-таки совпасть через меня с каким-то образом понимания. И вот вы тратите время, чтобы только сломать, сломать, сами утомляетесь, сами впадаете во что-то. А начать заниматься воображением мы не можем, в принципе, потому что вы все время, все время вас надо как будто бы как щенков куда-то обратно, обратно куда-то в угол загонять. Ну, дрессировка, она так и происходит, собственно говоря. Ну, пожалуйста, это же ваше, это ваше. Нет, я понимаю, но с другой стороны, ведь не может это как-то по-другому получается происходить или что? Ну, это такое хитрое оправдание. Может, может. И не может, не может. Потому что если может, скажем, а вот может. А не может, ну, конечно, не может. Но так, чтобы сказать это, как ты говоришь, ну, а это же все нормально. Нет. Ну, как, все нормально. Дело в том, что здесь же все равно, вот, вроде этот слом происходит, но от этого же плохо не становится, понимаешь? Что такое плохо? Мы разговариваем о плохо опертом? Нет. Сейчас применила плохо как опертое состояние. Нет, плохо не становится в том смысле, что на этом не залипаешься. Не залипаешь, скажем так. Очень плохо становится, очень плохо. Ну, вот, а если... Ужасно просто, ужасно. Вот, а если уже не становится плохо? Значит, видишь, ты разговариваешь об опертых формах. Вот поэтому у тебя возникает сразу противоречие. А какая разница? Плохо, хорошо. Я скажу, скажу, ужасно это разве что-то значит. В этом ужасном сразу же единовременно заложено. А иначе как русские говорят? Ужасно прекрасно. Я тебя ужасно люблю. Ну, это же два противоречия. А это и есть единовременность? Просто, видишь, не получается сказать. Вот о чем речь. Просто не получается сказать. Нет, нет такого, что получается сказать. То есть, если бы было получается сказать, тогда можно было бы оперировать, сравнивая, что не получается. Но ты сейчас не сможешь показать, что вот так надо сказать, и скажешь это. Но я, все не получается, я вот так говорю. Потому что с чем ты сейчас сравниваешь, что у тебя не получается? С каким получается? Ну, вот с тем же внутренним ощущением. Что я чувствую, что что-то происходит. Я говорю, если получается, если получается во внутреннем ощущении, и мы уже выяснили, что это твой комментарий уже тебя, первичный. Ты зачем второй раз хочешь войти в состояние, не получается? Ты зачем его рождаешь? Ну, чтобы тебе объяснить. Если у тебя уже получилось. Мне? А что мне? Кому ты объясняешь? Нет, я себе объясняю, конечно, да. Но вот через тебя себе объясняю. Все, ощутила это чувство, которое можно назвать, что получается. И все, уже его не уменьшаешь тем, что не получается. А, ну да, ну да, да. И тогда, получается, вопросы, уточнения, попытка что-то якобы даже понять, она должна идти не от того, что вы чего-то не умеете, чего-то хотите достичь, что-то хотите растождествить. Это событийность. Вы все время не можете соскочить со своей опертой живости, что и вы есть тот, который задает вопрос. Он, как Наташа, говорит, я сама сюда пришла, я самостоятельно решила. Чудесно. Вот когда вы соскочите с этого, будете говорить то же самое, говорить точно самое. Но я, я неизбежно, мгновенно стану в другом ракурсе с вами разговаривать. А сейчас я без всякого мыслительной опертости, меня нет такого. Я как трактор стою против этого. Я как ОМОН, который на демонстрации с щитами не пройдете. Я как Гэддельф, который в копиях там это гномских, ты не пройдешь. И тут ОМОН, и тут ОМОН. Да, 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 да. Ну, не знаю, мне все нравится. Ну, и нравится. Ну, это ключевой момент. Это ключевой момент, потому что здесь тоже как бы тебя такое нет, которое как нравится. Но вот эта самонравичность, она все-таки как инерция превалирует над тобой, которая думает, что ей нравится. И уже это более правильно. Я же еще раз свой образ сегодня приводил. Вот когда человек хватается за плавник дельфина, он с одной стороны несется как будто бы сам по воде, с другой стороны он все равно несется благодаря дельфину. Он так сам без дельфина не может нестись. И вот здесь, когда человек не слип, не соединен так вот, как он сейчас соединен, а пер, у него не возникает. А вы подобный человеку, который дельфина перестал индифицировать, индифицировать только себя, несущегося вот так вот барашками там возникает, как человек несущийся, как крейсер. И только философский там что-то вам приходит, говорят гуру, все говорят, да-да-да-да, это не мы, это все само происходит, нас несет. А все равно остается вот это ощущение, ну как, ощущение-то остается. Ну я же, я же, я же, в конце концов, я же за что-то держусь. Нет, ну вот в любом случае, да, тут все равно в итоге вот этих бесконечных обсуждений, да, возникает эта беспомощность, то есть беспомощность и как бы нормально, просто беспомощность. Более поэтически назовем ее лучше неопределенность, вот это, что беспомощность такой образ, хотя он классный образ, беспомощность это вообще такая шикарная вещь. Ну вот я и говорю, что ты что не скажешь, все равно это ничего не отражает, скажем, не точно выразить ничего не можешь. Все отражает, все прекрасно отражает, просто оно не должно отражать долгосрочно. У вас проблема в том, что вы пытаетесь, с вами злую шутку играет, что вы, не став моментом, потому что вы не соскакиваете со своей этой живости, вы как бы применяете что-то в виде настоячности, как форму долгосрочности какой-то. И если убирать, то убрать только одну лишь опертость на эту долгосрочность в виде убеждения, все то же самое можно также с пеной у рта утверждать и прекрасно полемензировать и рассказывать, как я уже приводил в одном из отцангий пример простых людей, которые событийно, один сантехник, другой там дворник, и вот у них перерыв на обед, они так сели, условно так водочки налили, и пока вот эту колбаску нарезанную там и запивали, заедали, поговорили о бытие, каждый высказал свое мнение, а я вот смотрел вчера в новостях, что там мир сделан компьютерным, ха-ха-ха, ну там еще что-то, в общем, обсудили этот момент, каждый даже идею квантовую высказал, а я читал, мы там все такие-таки, а мозг вот так, и все, они потом забыли, обед закончился, и каждый пошел нормально мести и крутить краны там, как таково, вот если бы вы так могли разговаривать, то есть наши встречи были бы, вы как дворники приходили бы и здесь просто на обеде киряли бы, обсуждали неоперто, вот тогда бы происходило то, что надо было бы происходить, но вы приходите за познанием, вы последователи, учениками даже хотите стать. Не, ну за какими познаниями, тут последние теряешь, скажем, какие познания. Да, это неизбежно, конечно. Вы не к тому полису приходите, у вас раз полис, они понимают, что у вас другой, хоп, она вытягивается, хоп, вытягивается. Нет, ну с другой стороны, ради Бога, то есть мне уже ничего не жалко, ничего не надо. Да, все только ради него. Только, да, просто тут попадаешь в ситуацию, да, когда действительно нет ни статуса никакого, ни значимости, ничего не имеет значения, там не твое образование, скажем, не твое. Все это есть, но все это есть, но когда ты говоришь, что его нет, ты не замечаешь, как ты подразумеваешь, что его нет оперто долгосрочно. Вот я про это и говорю, да, да. Возрождается действительно, и когда вы говорите нет статуса, вы подразумеваете именно, что у него нет долгосрочного статуса. То есть ты не царь. Что значит ты не царь? А это в смысле, что ты не будешь царем, опертым завтра, послезавтра и там, да. То есть тебя не назначили. А что тебя назначать на одну секунду? Как ты можешь быть царем на одну секунду? А я царь на одну секунду. И каждую секунду я царь на одну секунду. Я в вечности, я царь в вечности. То есть я в вечности как царь. Но меня не уловить так, как царя, потому что у меня нет долгосрочного царства. И царствования нет долгосрочного. А так все есть, все это есть, здесь и смысл, и все, и нюанс, все это есть, все это и величие, все есть, но все на обычном. Ну вот, да, то есть это же получается, ну, скажем, не надо придираться, да, то есть отдельно себя закрепить пытается, как вечное. Да, 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 потому что для нее это, да, да, для нее долгосрочность, это вот эта форма как раз, для нее опертость очень важная, то есть как бы убежденность в завтрашнем нет. Даже в институциуме есть это такое особое понятие, то есть уверенность в завтрашнем дне, ею даже меряют форму там, форму надежности союзов, людей, друзей. Нет, ну вот текущая ситуация тем и хороша, что уже ее ни у кого нет, так сказать, в этой уверенности в завтрашнем дне. А жажда есть такая, как что можно сказать, есть там, есть, ее нет как бы как вот выражение такое, а так вот это желание, чтобы оно было, это и говорит то, что у нас все равно есть. Нет, нет, скажем, да, то есть у меня наоборот комфортно, я себя чувствую в неопределенности, потому что это возможности. Это же ты, но мы же, мы же философски не можем сбросить со счетов, в том числе неопертые состояния других, тебя. Они другие ты, они смотрят на уверенность. Неопертые состояния, то есть это значит, это все равно нормальное гармоничное состояние, например, до какой-то степени. Да, все гармоничное, самое негармоничное состояние, это одно из разновидностей гармоничного состояния. Ну да, вот, то есть раз это есть, значит, это и должно быть, скажем так вот. Вот, но с другой стороны и перелом, если какой-то перелом эпох, то тут как раз начинается... Перелом эпох это перелом в трактовке, перелом в комментариях, а не в природе какого-то изменения события. Да, я это имею только в виду, то есть мы уже выдрессированы до какой-то степени, да. Здесь перелом, именно перелом в комментариях, скажем, потому что речь, если речь идет о воображении, да. Да, да, и поэтому освобождение, воображение, освобождение как таковое, и вот, это и есть, по сути, предпосылка возникнуть через комментарии, то, что можно назвать сатию, золотым веком, там, и так далее. Ну вот да, потому что я себя вчера полдня, да, без всяких даже вот этих моментов, которые раньше были, да, когда что-то в воображении возникает, все равно себя очень сильно счастливой чувствовала. То есть вот я так поразилась вообще этому факту. Ты применяешь, чувствовала себя счастливой, а что, то есть ты сейчас назвала счастьем какое-то свое состояние, а значит, счастье есть образ какой-то, который совпал вот с этим чувственным комментарием, и ты сказал, что чувствовала себя счастливой. А на самом деле, если по этой логике пойти условной, то получается, у тебя просто, я тебе показал, что совпал образ. Ну, наверное, но дело-то в том, что это просто ощущение, которое я никак не могу его обозначить. А дальше ты считаешь, что это критерий. А дальше ты считаешь, что это критерий. А я не знаю критерий, я не знаю, то есть он для меня не проговаривает совершенно. А я тебе говорю, что если бы ты, если бы ты сказала, вчера полдня, не зная отчего, я чувствовала себя ужасно несчастливой, это было бы то же самое и по качеству, и по определению, и по состоянию ничегошности, и по состоянию всешности, и нейтральное, и пустотное, и всенаполненное. Никак. Это вот никак. И только когда в совокупности, единовременности это все никак, вмещающее все по необходимости в каждой секунде, чтобы просто прокомментировать, только дает такое вот это усредненное оно состояние. Если такого нет, то ты будешь всегда приверженницем религии какого-то образа. Ты будешь залипать, он будет тебя утаскивать. То есть это шататься будет. Если ты чувствуешь себя счастливой, то ты чувствуешь себя несчастливой. Потому что он не всегда будет. И ты не сможешь вместить все остальные мириады возможностей. Правильно. Нет, но ведь здесь не было какого-то желания этого состояния, скажем. Не было. Дело не в этом. Просто как возникло все. Ты применяешь форму счастья. Говоришь счастье и думаешь, что всем понятно, о чем ты говоришь. А я тебе вдруг говорю, а я не понимаю, ты что сейчас за буквы сказала? Ну, дело в том, что... О чем ты сейчас сказала про свое вчерашнее состояние? Ты о чем сейчас сказала? Я не знаю. Нет, дело в том, что я не знаю, насколько слово счастье, скажем так, вот, да, действительно может это хоть каким-то образом описать, да. Но у меня просто другое слово не получается. Вот это слово... Правильно. Давай его приблизим к тому, чуть-чуть на шаг назад, ближе туда, к Сати-юге. То есть возьмем образ, аббревиатуру по буквице счастья. Что это такое? Так, С, я не знаю, что это такое. Это означает сейчас есть. С это сейчас есть. Не С, это... А счастье это сейчас есть, да? Это два слова сейчас есть сжались в аббревиатуру счастья. И к ним дали другой образ. Образ выгоды и так далее, там совпадение каких-то там требований и так далее. А вот если взять изначально, это счастье, это сейчас есть. И когда ты вот это сейчас есть, то по сути счастье, это и есть здесь и сейчас опёртость только на живость. То есть как самую значимость, которая рождает в теле от этой живости, как форму, вот это вот искреннего приятности состояния, то есть изначальность, который автоматически, я вам попытался показать, возникает независимо от загруженности, потом опёртости, когда вы видите какие-то семантические моменты. Типа смеющегося ребёнка, младенца, умильность животных, какое-то состояние. То есть это то, что у всех одинаково, это как бы та семантика какая-то, вот это именно яестности, когда она подпитана той условной силой разрушения способностей, возможностей. Как точечка вспыхивает от этого добра, любви условной. То есть вот это и есть счастье и здесь и сейчас. Поэтому если вы будете находиться здесь и сейчас, и из него, из этого состояния менее значимо для своего эмоционального состояния, чем это состояние видеть, фиксировать якобы всё остальное в вашей жизни, вот это можно условно сказать есть то, что близкое к вашему образу счастье. То есть быть здесь и сейчас, как, не как понимание, а как опёртость, как на самое важное, на живость. И от этого эмоциональный всплеск первичности вот этого. Он есть, это я есть первичный, вот это эмоциональный. Он поэтому, когда в Махараджи в это попадают цветы, они из этого состояния вообще не могут выпасть. Они на всё смотрят, и у них умильные слёзы льются. Они в Ананде находятся, и в Сати, и в Чите. Почему? Потому что у них просто фонит только как здесь сейчас, то есть счастье. Фонит. Ну, я этого даже не разбирала, а просто фиксировала, скажем. Я не разбирала, что это, да, просто фиксировала как состояние. Из этого объяснения получается то, что ты зафиксировала, ты зафиксировала некую какую-то временную опёртую удачу. Совпадение с образом, который прокомментарий, как комментарий вызвал в теле. Но это всё на подсознании такому, потому что… Это не на подсознании, это просто из-за опёртости, то та ваша одна из форм себя, самопридумывания, замирает как форма отдельности и начинает себя же в других различных ипостасиях и волнообразных видоизменениях, как северное сияние, себя же воображение, фиксировать как сторонние формы событий. И в том числе называя подсознанием, я ничего не думал, само возникло, само наплыло, само выплыло. А на самом деле это всё вы. Уберите вот это закостенелость себя, восприятие как живости, что вы есть, вас таких нет. И вы будете полоскаться этим сиянием для вас. Там не будет ничего неожиданного с точки зрения, ой, у меня есть подсознание, у меня такого нет. Даже и те, кто мастера говорят о просветлении, верят, что у просветлённых нет личного подсознания. Ну, можно и так сказать. Ну, типа есть коллективное. Тоже верное направление для воображения. Конечно, коллективное, это есть, естественно. Да, куда я от него деться. Да-да-да. Вот сейчас, кстати, вот этот образ, он, по сути, его сюда ко мне можно тоже применить. То есть именно благодаря коллективному сознанию вы образуете меня в этом теле не как тело, а как форму смыслового говорения. То есть я говорю как полный даун, у меня нет личности, я в коме, здесь нету никого вообще, ни души, ни сознания, ничего. Это здесь просто функциональное открывание рта и источение звуков посредством трахеи, горла и так далее, резонатора. Но именно коллективное сознание, вот эта вот личностность, придает этому то восприятие меня, этого тела говорящего, из которого есть такая вот личность Атмана, Володи и так далее. Это вот о том примерно и речь идет сюда. Благодаря этому может пустота, как личность, как будто бы говорить, но не быть личностью, потому что иначе она не будет говорить, как пустота. Джина из бутылки вытащили, как-то так. Нет, ну там не подходит этот образ. Подходит немножко, можно сказать, что тогда, когда мне задали первые такие вопросы, меня как бы откупорили, и дым пошел. То есть в этом смысле мы коллективно тебя вот воссоздаем каждый раз, скажем так. Нет, не вы создаете, а благодаря вот этому коллективному личностному состоянию, личности коллективной, я происхожу таким. А это благодаря телу, мозгу. То есть я таким происхожу. Но я не происхожу этой формой, как вы сжато-опертый. Потому что если я так произойду, у меня сразу будет, чтобы существовать таким, нужно будет сразу суженное состояние индивидуальных трактуров, которые создадут, естественно, меня максимум, чтобы мне быть таким гуру умным, мне надо будет что-то нахрен начитаться, или у кого-то пройти учение, курсы, перенять что-то и там симпровизировать уже, отойти свое что-то сказать, ну, на основе. А тут именно это позволяет, что пустота говорит, ну, потому что вот есть коллективный вот этот разум. Как помнишь, может быть, у меня был такой образ для духовного искателя, ревибрационный стимулятор? Ну, да-да, я тебе говорил, что, пожалуйста, там хоть стимулятор, вибратор, как получится, кому на что ляжет. Ну, это у Рерихов же, по-моему, книжка такая была, что-то такое, вот, да, пустота. По-моему, так она чуть ли не называлась. Ну, у них, кстати, в огне-йоге, у них там правильно вот это было направление, опять я говорю, правильно, естественно, сиюминутно, чтобы они западали, которое потом подхватили и христиане, все подхватили в эзотерических отклонениях, не каноническое христианство, которое, нео, там много пошло, но это пошло именно из огне-йоги все, что век Майтреи, который сейчас вот якобы происходит, он произойдет не как форма прихода какой-то личности, которая принесет какое-то учение, а как форма общего изменения сознания. Вот мы об этом и говорим. То есть я разговариваю в конкретном теле, как полевое сознание. Ага, я говорю, потому что это тело так способно так вибрировать, выдавать такие модуляции, что вы воспринимаете, но наделяете это смыслом личности вы в силу вот этого коллективного сознания. С этой стороны такой убежденности нет, которую я выражаю в виде «я не живой» и так далее, и «не мертвый». «Не жив, не мертв» называется. А есть вот такое же, вот люди и говорят, а я сижу не жив, не мертв, на самом деле. Я такой голем, голем. Нет, ну это что-то страшное, голем, конечно. Ну, голем уже сознание. Или вот образ «Битва престолов», сериал-то известный. Там тоже был этот ходок, который всю армию мертвых держал. И когда его порезали, они все рухнули. Вот здесь примерно так же, только наоборот. Не я как ходок держу вас. Да, то есть мы держим тебя. А вы меня, это как тело, оживляете, живете. Я живу, я есть, потому что вы есть, потому что мы все есть. Это мы. Тут нет меня как-то. Но я сам отдельно нет. Если вас убрать, меня нет. Причем убрать вас именно, я почему акценты делаю, не убрать вас гипотетически, как физиологически, из планеты сборить 7 миллиардов, а именно как интерес от этой философии, от этого тела. Я сейчас немножечко этот момент и ощущаю. Он исчезает. То есть я исчезаю. Ну вот, а вот, например, когда ты, предположим, был вот у Виссариона, скажем, да, ты вот в таком виде не выступал? Либо это вариант, вариация была? Вариация, конечно. Выступал, я всегда был таким. Просто именно та форма, в которой я должен был выступать, как одинокий, за которым нет никого. А до этого я выступал такой же семантики, но всегда как будто бы в трансляции кого-то. То есть в данном случае в том событии он все равно был как будто бы тем, которым я сейчас якобы выступаю. Он был как бы на вершине, как основа того интереса. Виссарион ты имеешь в виду, да? Да, да, да. Хотя форма фактического внедрения была очень большая на мне. То есть я именно превзносился. Он был спокоен за то, что он скажет, направит, выгрозит. А вот как это все разжуется, расшифруется, это будет, в частности, мой огромный труд по деревням, по интерпретации. И вот тогда вот эта вся семантика, которая сейчас тоже работает, она там также работала с умением все донести, перевести на образы, сжать все. Но как будто вот чье-то, что-то. Но если бы ты там по деревням разговаривал, я не думаю, чтобы это успех. А потом задали вопрос, получается, как будто бы на мою тему. То есть на тему, про которую, так скажем, знаю только я. И ты этот вопрос узнал, да? Я не был того, кто узнал. Я просто произошел ответ, который сразу сдетонировал у этих спрашивающих, как интерес. И этот интерес, это стал я. Озвученный этим телом, да. Поэтому есть интерес. Я есть такой. Нет меня. Как я уже этот образ однажды рисовал. Может, такой интересный, что я могу вдруг раз очнуться и сказать, что такое, кто. Я себя помню два года назад. Я что-то сел, картошки поесть. А это кто? А все, учитель ушел. А здесь продолжила быть какая-то личность. Ну, такой образ. Ну, вот, вот. Я тоже хотела сказать. А сейчас она как бы подавлена. А, она сейчас подавлена чем-то, да. А, ну вот. Подавлена неким мной. Типа экзорцизм, да. Воспроизведенным вами. Вами. Как интересно. Экзорцизм наоборот получается. Да, да. А, поэтому ты тренировался как экзорцист, чтобы... Я все делал. А у меня такой вопрос. Насколько секс в жизни женщины влияет вот на эти процессы продвижения? Какие? Какие продвижения? Ну, я имею в виду растождествление и так далее. То есть, я слышала такое, что именно, ну вот, ОШО и остальных, что именно, скажем так, в сексе выражаются все опёртости. Что растождествление в сексе очень много влияет на потом растождествление, скажем, как мы этот процесс делаем. Ну, тут, да. Как-то это большая связь между этим. А в чём это вообще связь? Она заключена в психологической основе того, что если назвать семенем жизни, существованием вибрационности, из которой вырастает вся остальная психологическая пирамида, как тело, как формы мышления всего, она вся сжиждется на именно сексе, на половом вот этом состоянии. Само его наличие возможности, оно и есть, по сути, жизнь. И всё в жизни тут только и воспроизводится, беспрерывно с этим происходит. Это значит, что, естественно, можно так гипотетически как направление сказать, если человека в его индивидуальной форме расцвесть сексуально в виде внедрения сексуальности, как он её чувствует именно в своей индивидуальной форме свободы, полностью возможности, не только выражаться, но ещё тут очень важный момент, с кем это выражать. Потому что даже если у тебя есть форма какая-то способности, как-то ты чувствуешь и раскрылся, то ты просто на стенку орать эти слова или делать что-то не будешь, не получится, не то будет момент. Надо, чтобы это было какое-то вот такое слияние, скажем так. И вот если так гипотетически человека взять, так и раскрыть, да, у него все расторжествления сразу произойдут по периметру всего, сверху на обстройке его мнений, опёртостей, состояния, убеждений. Там всё сразу слетит с той гипертрофической важности, как это у него происходит в определённом моменте. Поэтому в роли женщины это играет точно такой же момент, как в роли мужчины, но только намного больше. Намного больше все-таки. Потому что женщина и мужчина – это две женщины, среди которых номер один женщина – это та, которая считается как женщина. Тело мужское – это тоже тело женское. Это женщина тоже. Мужчина в ней появляется только когда происходит некий психический расцвет творческий, творчество. Именно творчество, что называется, руками. Творение, что называется, красиво, как христиане говорят. Творение красоты. Да, но женщина тоже творит красоту? Она творить может как тело, потому что мужчина – это та же женщина. И раз мужчина – та же женщина, значит, женщина, как женщина, то тело другое первое. Она тоже может, естественно, творить красоту. Да, но у номер один женщины при её способностях есть другая главная задача. Которую эту задачу, чтобы она произошла, это номер два женщина призвана более именно делать это как профессионально, чтобы возбуждать и вдохновлять именно сделать ту функцию номер один женщины, которая заложена у неё в состоянии. Поэтому умение – это есть, да, но назначение – это точно так же, как миллионы людей водят машину, но не миллионы сидят водителями автобусов. Хотя и водитель автобуса, и тот, кто водит машину, одинаково водит машину. Просто есть назначения определенные. И чтобы это назначение произошло, у женщины в сексуальном смысле раскрытость должна быть намного больше, чем у мужчины, которые тоже как женщины. А такой вопрос, что такое женщина, вот я слушала, и мы, чем отличается секс женщины с секс мужчины? Кстати, прикольно, у тебя стакан, ты как вселенную пьёшь. И вот из-за этого, да, 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 как будто именно, да, 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 прямо вселенную пьёшь. Уже пару раз. Этот эффект я уже видела. Только я не знаю, где ты такой прикольный рисунок нашёл, у меня в этом нет. Как ты нашёл? Где-то в трёхсот километрах над землёй. Я же так, где я и вижу сейчас? Ну, это понятно, но у меня в зомби нету этого рисунка, поэтому не видела, я там кликал. Прямо с ангелом, прямо, ну, вот у нас такой. Это над землёй. Бог прямо здесь сидит, и ангелом колониол. Классно подобрано. Вот чем отличается? То есть мы с Андреем многие ролики слышали, да, прикалывались, как говорится, фантазировали. И много вот этих тем, чем отличается женский, вот такая была терминология. Есть женский секс и есть мужской секс. Имеешь в виду восприятие, когда мужчины и женщины находятся в сексе? Я вот, я думаю, что это... Восприятие этого секса, или ты спрашиваешь, что отличается лесбийский секс? Не, 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 я имею в виду, скажем так, с тем, да, восприятие мужчины и женщины, вот, что нам, объясняю, вот это, усатьи, по-моему. В общем, короче, я там в трех-четырех виде слышала, Андрей даже там стих придумал по этому поводу, что потребности женщины в сексе одни, желания. Ну, например, были такие, что у женщины она должна более психически быть, вот, у нее секс уже готовится к встрече с мужчиной, она вот уже вот там красится, одевается, смотрится перед зеркалом. Для нее уже это подготовка к сексу, то есть это психический аспект. У мужчины это то же самое на своем уровне происходит, он тоже там дезодорантом пшикается, одевается там как-то там, готовится, подкачивается. Сунул, выдал и пошел у мужчин. Ага, здрасте. Служи рядом, то есть воспитывается... Если у тебя действительно такое мнение, то это крутая опертость. Нет, это не... Я знаю, что есть и другие, но, в общем-то, 80% мужчин, сколько я с женщинами говорю... Просто бессунул, вынул, не обойтись, это естественно, эта механика тут иначе не сделает. Да, но отношение к сексе мужчины вот именно удовлетворится. А у женщины, например, я считаю, насладиться. Тут опять все идет от того, что мужское тело – это женщина номер два, которая вышла из ребра первой женщины и является неким помощником первой женщины. В ее вот этой первичной миссии, потому что первичная женщина и есть семантические отображения благосостояния и состояния майи. То есть она и есть природа, то, что призвали, как призвано, и считаться природой, матерью природой. И она выделила такого, скажем, такого помощника себе, тоже из женского тела, из ребра. Поэтому в сексе эта семантика отображается в том, что женщина, задача, она психически как бы видоизменяет природу, психически являясь самой природой. Поэтому ей максимально-максимально необходимо именно получить удовольствие, максимально получить удовольствие. У мужчины, что называется, мужчины, у него первичная форма в нормальном состоянии восприятия секса – это восприятие сначала вот от этого удовольствия у женщины, что он видит, ощущает, что у нее это получилось есть не в том смысле, что у него получилось, а ей хорошо. Потому что тут надо тронуть важный аспект, что ощущение умения удовлетворяться находится не в умениях мужчины абсолютно, а это задача 100% самой женщины. Поэтому это немножко сейчас перегиб сделали, все на этом живут и от этого все мучаются. Женщина, не зная этого, ждет, когда ее затрахает мужчина, а у мужчины очень ограниченная функция, и, конечно же, он начинает думать, что надо иметь побольше орган и подольше это все делать, потому что, естественно, надо же раскачиваться, прелюдии какие-то еще придумывать, чтобы раскачать и так далее. А все только от того, что женщина не знает того, что за удовлетворение себя отвечает она исключительно сама. Мужчина является межвозрывной кнопкой определенной, которая уже секс на 90% уже в Саиде делает его до 100 и до 200. Но само он уже внутри должен умение быть, сдетонировать этот момент. И когда он видит, что женщина получает удовольствие, именно получает, он тогда получает психическое удовольствие от того, что она получает удовольствие, потому что у него заложена подсознательная семантика слуги, жажды, чтобы госпожа была счастлива и удовлетворена. Не подобостраченская вот эта, что я не это имею в виду, какого-то такого раба, который там выполняет там пришибленную функцию. Нет. Именно состояние вот это. И когда он, вот это психическое счастье, удовлетворенность того, что она так получает удовольствие, и является сексуальным правильным отношением мужчины как удовольствие. Состояние его уже физиологических действий, это уже накладывается, на это может комментарий накладываться, но сами они все равно, все эти функции, они первично назначены только на размножение. Это первичная ситуация в них всегда, и их никогда не переделаешь на большее сильно-то уж. Но вот это психическое, в этом разница отношения. То есть женщина получает удовольствие, мужчина получает удовольствие, его удовольствие от секса истинное, это получение удовольствия от того, что женщина получает удовольствие. Хорошо. А если затронем вот этот вопрос, который ты сказал, о том, что женщина сама ответственна за то, что меня это удивило, если честно говоря. говорить. Извини, я тут чушь сказал. Нет, я... Я и так вынадлежу. Такие темы поднимаю, а ты мне тут обрубаешь. И так не боюсь такое понять. Ну, выделываю полностью. Что я хотел сказать? А, женщина сама, сама. Удивила, да, тебя удивила. Не, ну... А как насчет такое, что женщины любят ушками, а мужчины глазами? Как же так? А ведь вот когда вот ушками, то есть мужчина должен ее возбудить, ее этот... Как это? Она сама за себя. Она вот фактически женщина-анонист. Здесь все, все состояние. Нету какого-то преемственного послула, чего-то. Все, что вы ощущаете, что от вас, от другого к вам пошло, это вы придумываете, что к вам... То есть это все идет на отношения. Вот этот момент я здесь использую и говорю. Кто тут должен кого возбудить? Тут должен кто-то возбудиться. Поэтому если женщина... Ну, так я вычурман-то очень возьму, раз ты так берешь. Если у нее такой мужчина, который ничего, вообще слова не скажет, ничего не сделает, только пыхтит, ну, так скажем, она должна это пыхтение уже воспринять как свои ушки, как форму возможности возбудиться уже от того, что это ее любимый, самый лучший, так пыхтит. Значит, женщина, она должна в сексе фактически быть сплошным воображением. Да не просто она должна быть в сексе, другого ничего нет. У вас все сплошное воображение. Да, но я имею в виду возбуждение, что это именно возбуждение, чистое физическое. Мы сейчас просто берем воображение, которое накладывается на событийность, которую вы называете сексом. Какое тут различие? Нет никакого различия. Если брать воображение, нет никакого различия. Воображение, оно одно на все триллионы возможных комбинаций событий. Это только воображение. Воображение. Больше ничего нет. И это все военно. Поэтому, естественно, она должна быть полностью воображением. Не в сексе, а в принципе, это и есть раскрытость. Тогда она в сексе будет. Все нормально у него. Она семантически так телом прописана, как таковая. Поэтому, если она... Тут другому проблема. Проблема, что раскрытость, это приводит к интерпретации индивидуальной. Вот в чем момент. Комфорт, это когда интерпретация. То есть, это как будто бы кровь будет идти не так, как надо. А в этой сфере кровь, если идет не так, как надо, это проблема. То есть, она должна идти как надо. А идти как надо, это, получается, должна быть какая-то свобода. А это проблема. То есть, вот, например, я сейчас спонтанно уже говорил, вести, если... Есть такие ролики, скажем, условно, парамеграфические, которые собраны в один ряд, на несколько минут, очень много моментов оргазма женщины, когда она себя вообще не контролирует. В этот момент, можно сказать, у нее происходит то, что она как будто бы такая, какая она есть. Но при этом все равно семантически она где-то зажата или что-то. И там вот такой ролик, очень хорошо показан, подобраны именно такие оргазмы, не такие, где там прямо божественное лицо, такое там, как вот что-то... А там что-то ужасное, как хрюкают, кричат, корчатся. Так и есть. Трясутся в каких-то тремолах непонятных. Ноги как-то у них начинают, судороги как будто там, голова как-то, какие-то звуки совершенно, нелицеприятные, что называется. Вот. И поэтому человек боится быть раскрытым, потому что он, по сути, будет на фоне большинства, так условно, смотреться всегда вот таким. И он, когда начинает как подросток созревать, в половом смысле, он начинает свой шаблон восприятия секса подгонять под какой-то вот такой 60-90 там, под какой-то вот такой шаблон, который якобы романтически красивый. Эти свечи какой-то, вот эта ахи, вот эта какая-то нежность, вот эта вот, там, слова какие-то, любимые там, да, и все. Ну, а там, а его индивидуальное состояние, оно совершенно какое-то другое, того такое, того такое. И они зажимают. Эти зажимы сразу же убегают, чтобы жить в другие сферы. И искажают их. И человек становится таким кривым, как то в оргазме мог быть, он начинает быть таким кривым в своих отношениях, в событиях, он начинает там страдать, в различных событиях. А здесь, ну, там они страдания, неуместные. А если бы они не убежали отсюда, он бы здесь чудесно кривился в оргазме и был бы внутри, взрывался бы вот этим условным счастьем здесь и сейчас. А там он уже не взрывается таким формой. Вот поэтому тут, да, это... Вот это семантика, то есть это передается. Ну, как, например, если реально посмотреть на настоящий секс, да? Настоящий? Ну, я имею в виду, вот со стороны, как бы, вот пара занимается сексом, и ты со стороны смотришь. Это не так красиво, чем тот человек, который занимается... Кто-то смотрит на меня, как я на блюдах. Нет, ну, я имею в виду, ну, вот люди делают зеркала, допустим, там, в спальнях, на потолке, вот, на все, или там... И рассматривают. И я как-то там тоже порно смотрела, и все. И что интересно, что то, что действительно, вот, естественно, это секс, вот то, что ты и сказала, оно не красиво. Оно чувственно только для тех, кто делает секс. То есть вот кто это переживает, а если со стороны вот это посмотреть, это ничем не отличается от собак, скажем так. Вот так оно и должно. Вот я и говорю, а вот эти чувства, которые это, то есть, и когда люди вот эти зеркала вешают, они фактически себя ущемляют, потому что они в зеркало смотрят, как они выглядят, они в то ощущение, в которое они переживают. Не обязательно, не обязательно. Есть те формы, которые такое видение, оно как бы по-своему тоже возбуждает. То есть это, это настолько здесь, говорю, мы здесь вообще шаблона практически не найдем нигде, никакого направленности. какой-то. Да, 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 но там получается. Самое главное, вот дети вот это создают, получается, в сексуальном плане, какие-то вот эти. Половое созревание, и ребенок начинает смотреть. Вот так хочу в задницу себя, чтобы меня 30 негров, вот так вот с утра до вечера, ой, начинаю смотреть, говорят, а говорят, это грязь, это разврат. И что это значит? И ты раз начинаешь, да, я хочу быть чистым, я не хочу быть грязной. И раз-раз зажалось. Она раз в другую сферу убежала, но там не поймешь, что она убежала. Да-да-да, это же все целостное, да, это не важно, какая сфера, это же тебе все. А вот я у Каспиоцик, вот этого, как это значит, мозга, Андрей? Курпата. Курпата, вот. Интересную вещь слушала, что мужчина возбуждает, когда удивляет. Удивление, это требовательный образ. Восхищает, удивляет. А требовательный образ, а чтобы совпал образ, требовательный к природе. Что значит удивил? Ну, То есть он пришел, он пришел и не удивил, сказал, родная, люблю тебя, ты прекрасный. Не удивил. А другой припер на сто тысяч роз. Удивил. Да, так вот, он имеет в виду, вот когда он умножит, что женщин привлекает, это я действительно на это посмотрела. Те мужчины, которые удивляют, восхищают. Он уже, дело в том, что там есть определенная уже нормальная опертость, скажем, у прекрасного Курпата, что он уже манипулирует, помогает людям адаптироваться в уровне их зашоренности. И поэтому, это то же самое, как я в начале сегодняшней встречи рассказывал, что не автомобиль он чинит, а искусно рассказывает, как с таким раздолбанным автомобилем все учесть и поехать прямо хорошо. Учесть кривизну, кривизну колес, недокаченность, перекаченность. Да, я понял. Но это неправильно. Он манипулирует с тем, с чем, это так же, как сейчас примерно происходит момент, когда изобретают какой-нибудь аппарат, который будет исследовать что-то там, какой-то орган, чего-то. И вынуждены, обречены создавать этот аппарат под среднестатистически больной орган здорового. И когда приходит здоровый орган, так условно говоря, попадает, он определяется этим аппаратом максимально больным. Такой парадокс возникает. Потому что аппарат не знает, что такое, что такое. А значит, он определяет это как мертвое что-то. Еще хуже даже того, что... Это как вода, пить вот это больные чистую воду или вот это из фильма говорили. Ну да, то есть он как бы рассказывает как правильно пить воду, которая уже загрязнилась. Хорошо, тогда вопрос вот с этой точки зрения, что привлекает женщину в мужчине? Что делает... Вот я исследовала это, потому что много женщин, девушек приходило, спрашивала, рассказывала это. Я смотрела, как... Почему этой девушке вот этот парень нравится? Правильнее сказать не привлекает. Это уже поэзия, наложенная на более правильное определение. Заставляет. Заставляет. Происходит как событийность. Потому что, я говорю, даже современная наука, здесь опертая, описывает уже, дает название всем десяткам и десяткам гормонов, которые отвечают за все, за желание поцеловать, познакомиться с определенной, увидеть женщину именно какой-то особенной из толпы. Это все действует, определенные разных названий гормоны внутри тела, мозга и так далее. Нет, это поэтически потом накладывается в виде макро вот этого состояния воображения привлекает. Заставляет. Заставляет что там кого-то. Поэтому здесь опять Курпатову надо обращаться, если хотите узнать, что привлекает. Он расскажет поэтическую направленность мозга достаточно интересно. Хорошо. А я могу сказать, как привлекает. Заставляет, что там привлекает. Это вам кажется, что вы выбрали кого-то там, влюбились в кого-то. Это уже вы сверху на гормоны накладываетесь как воображение. Ну, то есть клетки должны соединиться и породить определенную клетку и для этого это делается. Причем размножается только женщина. Мужчина не размножает. Как это только женщина? Ну, имеется в виду, что так семантически если взять, я уже говорил, что размножается только женщина. Мужчина, он получается, только создает ей возможность размножиться. Амазонка такая. мужчина нужен только, чтобы оплодотворить. Перевернул вообще в секси мир женщина сама себя удовлетворяет. Оказывается, она анонист, а не прежде всего, когда, хотя обычно мужчины, а теперь только женщина размножается. Да, да, да. Более того, то есть перевернул вот это все. Так это я ничего не перевернул, я просто поворачиваю, потому что я уже говорил, что Калиюга и Сатиюга меняются только с тем, что вы меняете одно на другое, и все. Там из мужчины ребра вышла помощница женщина, она его вдохновляет, он путь, я говорю наоборот, это женское тело, она вышла из ребра, чтобы помогать, она вдохновить, потому что только когда женщина будет эмоционально по сути как бы стабильно поэтически влюблена в жизнь, в состояние быть в том здесь и сейчас счастье, при определенном проценте она будет создавать на общее себя я восприятие, что мир изменился в Сатиюгу, в кайф пошло все. Это будет, потому что я одно, как без я, во всех телах состояние. Соответственно, мужское тело внутри этого состояния, оно именно инсенсировано наоборот, творить, петь, воспевать это все, чтобы вдохновлять ее на это, приносить эти цветы. В Калиюге это все переворачивается, мужчина соблюдает те же самые действия, но другой ракурс оттенка. Он этими цветами добивается только от того, чтобы что-то там перепихнуться куда-то. Это как бы, это не его суть абсолютно, ему это не надо, если он расцветет как мужчина, просто в Калиюге прижимается его суть как мужчины больше, потому что если бы она расцвела, Калиюга бы не произошла, потому что мужчины бы такие не бегали, не были бы такими зависимыми от чего-то. Но мужчина не может, потому что когда у него раскрывает, мужчина появляется внутри именно как психический такой мастер, и красота у него именно психическая, а не внешняя, поэтому он внешне не сделан природой, чтобы был таким же, как женщина, прекрасен. Поэтому женщина, как правильно, недавно тут Сита зацепила, меня Сита рассказывала о понятиях красоты, и там тронул по-своему верную направленность, говорит, нам в пятом классе, помню, нам очень нравились эти фильмы с Негером, и мы, говорит, такие все были охрененные, красота, мышцы, мы эти фотки, ну какой, говорит, из девчонок не показывали, они те говорили, да ужас какой-то, вообще, кошмар просто. А мы не понимали, ну как так, такая же красота. То есть у женщины в правильном семантическом направленности расположено ощущать мужчину красивую, красивым, когда она сначала ощутит красивость его психики, то, что называется. После этого и там не важно, какой он кривой, косой, там какие-то критерии и все остальные. Вот, и поэтому сейчас в Кали-юге образовался момент, когда мужчин пытаются через внешнее состояние привести к воздействию, чтобы логика женщин была извращенную по словам перестроена на внешнюю красоту мужчины. И женщины уже способны сказать, этот мужчина красивый, этот некрасивый, внешний. Но такого не существует понятия именно мужского тела. Его красота и некрасота допустима как форма разделения только с точки зрения его общего психического фона, идущего от этого тела, как форма вот его концепции, как он живет, что он видит состояние. Он там появляется как вот этот творец, но если он такой там появляется, эта форма его там появившегося становится ощущаться намного выше ощущения оргазма. А оргазм природа не может сделать больше, чтобы это перебить. И тогда мужчина перестает быть зависим абсолютно от необходимости удовлетворять женщину, то есть удовлетворяться женщиной. Ему это вообще не надо. Но вот ощущение кайфа и зависимости от того, как ощущать, что женщина получила, госпожа получила удовольствие, вот это остается, но это как уже форма секс-творцова, то есть эмоциональный секс, как я его называю. Не просто физиологический такой. И вот сейчас на это переход она и будет сейчас все больше и больше. Мужчины будут расцветать как поэты и зависимости у них так не будет уже. Почему женщина такая слабая при этом становится? А, мы уже закончили. Слабая это немножко комментарий слабый. Я имею ввиду, когда вот сколько я видела женщин, они вроде такие сильные, все, но как только женщина попадает в любовь, в зависимость, то есть, скажем, она влюбляется в мужчину, она становится какая-то зависимая, слабая. Ты несоразмерно ставишь тему, потому что ты пытаешься навязать опертые образы слабые и сильные. И от этого пытаешься, думаешь, что ты говоришь понятно о чем. Если я сразу же для себя условно вижу, как ничего не значащее, сильное или слабое, нету такого, я не знаю, что это. Я не могу понять, что о чем ты говоришь. Нету слабые силы. А форма поведения, видоизмененность, это просто разные комментарии и все. Он начинает по-другому комментировать. Спасибо. Спасибо за встречу. Спасибо. Ну ладно. Спасибо, до завтра. Всем спасибо, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.